О, Брайан, сколько нам тут ещё торчать? Я только начал, так что остыню, ладно? Всё, мне надо работать. О, Брайан, походу нашёл. Ну что ж, дамы и господа, здравствуйте. Стример, как обычно, путает кнопки, а мы с вами продолжаем проходить день после. В нашей сегодняшней цели много всякого, и мы должны, как говорится, расследовать, что происходит, где наша баба, и почему они украли наши печеньки. Нам, кстати, осталось-то идти довольно-таки недолго, точнее, недалеко. Так, что надо подготовиться? Надо, наверное, проверить вот это, оно у нас немножко покоцанное, а я говорю ремонт. А я говорю ремонт, так, стопы. Эй, алё, а почему оно заблокировано-то? Блин, я обожаю в этой игре некоторые моменты, когда ты вроде... Вот оно заблокировано, видите, всё, оно заблокировано, потому что, видимо, какая-то то ли катсцена, то ли что-то в этом роде, поэтому оно... Я даже оружие достать, кстати, не могу. То есть я взял только камень, вот у меня доступен только камень, а оружие всё, ну, как бы, недоступно. Странно они придумали. Окей, ладно, хорошо, у нас тут селсянка. Вступить в контакт! Учёные и солдаты НР одеты в особые костюмчики. И мне необходимо поговорить с тем гавриком, который в белом. А, как мы знаем, белое не носить, обтягивающее не одевать. Дмитрий Попов, Злой Гилл, Вайпер, Пирали Драгон, Командер Си Игл, приветствую вас. И не забывайте проявить вашу активность, потому что она важна для следующих стримов по этой игре. Ваш лайк и комментарий этому поспособствуют. Так, а чё? Он стоит у нас там, а нам... Кстати, а чё нам тут сделать-то надо? Я так предполагаю, мне нужно камешками отвлечь всех, кроме одного. И одному дать по щам, наверное. Может тут написано, чём-то сделать, а и всё сразу ясно станет. Выследить агента? Зашибись, я его вижу. Всё, я выследил, мы прошли. Может, поплаваем, пойдём в жопу этих гавриков. Сейчас удочку найдём, рыбки половим свеженький. Может, булыжников в голову ему всадить, а? Притом он там раком стоит, а остальные его остерегают. Ммм, Андрюх, привет тебе. Так, а если... Без если, а вот это попробуйте. Так, тихо. Так. Так, смотрите. Они разделяют... А, подождите, мне же говорили в вертолёте покопаться. Пойдём, вертолёт угоним. Я понял, вертолёт мы не угоним. Есть кто за рулём-то? Или это за штурвалом? Так, короче, они рассосредотачиваются. Наверное, просто они... Ой. Сейчас, короче, скорее всего, они будут вставать по периметру, а этот хрен пойдёт дальше. И за счёт этого мы его и... Как говорится, спросим у него, где раки зимуют. Так, чё, возьмём так сейчас? А как камень кинуть? Пап, смотри. Молодец. Иди гуляй, Вася. А то бубен камнем дам. Слушайте, а я могу... Наверное, я не могу. Я хотел бы по шее дать попробовать. Ну, просто, как бы, условности этой игры, они довольно-таки, это, специфические. Поэтому иногда бывает, надо проверить некоторые моменты, прежде чем окончательно начать творить дичь. Анатолий, привет тебе. Так, ладно, пойдём тогда по-нормальному. В этот раз будем делать это всё тихо, аккуратно и кидаться камешками, когда надо, и не подходить к жёлтеньким. На самом деле всё просто. Жёлтый снег не есть, к жёлтым не подходить. Почему они жёлтые? Потому что, по тому же, почему и жёлтый снег не есть. Всё просто. Сержанты, на обратном пути будет незапланированная остановка. Хочу проверить пару ловушек. На обратном пути, скорее всего, его ловить надо. Блин, я бы это, вертик бы угнал бы. Блин, чувак хочет идти на север. Тут стоит бесхозный вертолёт, блин. Судя по тому, что его не заглушили, не остановили, у него дохрена топливо. Я не знаю, что я видел, поэтому смотри. Понимаете? Так, ждём. Тут должен быть... Вот он. Сейчас они пройдут, мы его отвлечём немножечко. Я пока могу кофе помешать. Он вообще ушёл. Нет, он не ушёл. Ну мы типа чернику собираем, все дела. Это же черника, наверное. Всё, теперь, я думаю, пора его... Вот туда, хлоп. Там какой-то шёл. Да-да, сходи посмотри. Напомните мне больше в упор не подходить. Заметка номер 2-0-0-6. На подлёте к цели я увидел большой рой насекомых, предположительно, от Абанус, Атратус или Эдиптера. На прогалине в удалении от целевой точки. С такого расстояния я не смог рассмотреть, что их привлекло, но, исходя из размеров роя, можно предположить, что это свежие пады. Это где-то здесь. Чёрт, где же он? Где? Я здесь! Сейчас посмотрим, куда они пойдут, а потом дальше уже будем это... импровизировать. Но я даже могу... Предсказать момент. Труп относительно целый. Судя по всему, это Адаколиус, Химионус, Чернохвостый Олень. Как вы видите, кто-то может уточнить. Да я думал, по кустам шляться придётся, а нет. Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол НЭРа-2-3-7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намагов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой. Да. Живой. Как? Как ты выжил, убрали? Что? Я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фернале. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили. Там всех разорвали на куски. Ладно, так слушай. Я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому... Я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайан? Ладно. Хорошо, хорошо. Хороший аргумент, да? Ну, вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да. Я помню. Ну, конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что был на пире, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силверлейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, 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 я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем. Топай. Не надо. Ты их не знаешь. Они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Яйца выросли. Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас, а я греб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь. Я ее спас. О, Брайан, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь, знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанной антенной ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потеряла родных. Чатику привет, Андрюха. Мы не будем есть желтый снег с лимонным вкусом. Эдуард, Рома, Дмитрий, приветствую вас. По поводу черники. Я просто не знаю, на самом деле, в этом лесу растет черника или нет. Я никогда не был, грубо говоря, в Орегоне. Поэтому я хз, что там растет. А у мужика-то в конце яйца-то стальные появились-то. Я помню задачу разобраться с прошлым. О, теперь можно достать. Не, бредовая тема. Стоит вертолет напротив. Вот. И я тут, понимаете ли, разговариваю с О'Брайаном. О'Брайан выжил. Как он мог выжить? Их же послали на юг. Кстати, скотина. Вон. Включил ей кислород, поставил капельницу. Он не дал ей умереть. У нее было заражение крови. Она бы не выжила. Но он отвез ее в полевой госпиталь. Он спас ей жизнь, он так сказал. Он спас ей жизнь. Может, она еще... Она... А, нет-нет-нет-нет, нет-нет. Но О'Брайан жив. А если он... Тогда... Может быть. Зараза, во всем классная игра. Но вот эти вот недочеты, которые допустили разработчики, они просто вымораживают. Вертолет в 50 метрах. Мы с ним тут, понимаете, орем. Слышишь? Бухари. Я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайана? Дик, я все это помню. Очень смутно. Да, да, ладно. Ты поспи немного. Я тебе потом расскажу. Когда мы отсюда уедем, Дик? Скоро. Уже скоро. Слушай. Как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Мне дадите договорить или нет? Так вот. Вертолет рядом стоит, как бы никто не видит. Далее. Вот это лагерь. Вот это лагерь, который был около вертолета. И там ходят люди. Вокруг ходили только что военные. Ты меня слышишь, О'Брайан? Ах ты тварь. Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? А, зараза. Давай, О'Брайан! Отвечай! Олень. Это кто, О'Брайан олень или я пристрелил оленя? Сейчас мы пойдем в тот лагерь еще зачистим. Попутно сделаем просто квест на мясо животных. Почему бы, как говорится, и нет. Ты нашел вертолет? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Да. Да, это был он. Он нас вспомнил? Сару, что произошло? Не знаю. Их послали на юг. Он ее помнит, но... Это не то мясо. Не знаю, что с ней в итоге стало. Ты же... Не думаешь, что она еще жива? Что? Нет. Нет, то есть я... Я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Где она умерла? Ну, может... Ты, наконец... Не знаю. Обретешь покой. Нам еще мотик найти надо будет? Какой нахрен покой? Ты что несешь-то? Ладно, мне пора. Отбой. Да не, пан Рацик, я понимаю, что угровые... Угровые... Игровые условности, но они слишком сильно бросаются в глаза. Это как и моя любимая мачета, которая кончается за пару-тройку... Ну, ладно, вот эта мачета не за пару-тройку ударов кончается, но кончается быстро. И то же самое касается бензобака мотоцикла. Бак мотика сгорает за примерно 5 километров пути. Понятно, что потом будет покруче, все нормально, но... Но это... Ну и плюс момент, который, да, вот про который, опять же, Василий написал. Типа, а что он вместо мяса вырезает кишки? Тоже, да, никто так не разделывает вообще никакую живность. Эту живность разделывают совсем по-другому. Игровая условность, она мелкая, она не влияет абсолютно на игровой процесс. Она с Децл влияет, если ты в этой теме немного соображаешь, она влияет просто на погружение. Не знаю, зачистить лагерь, не зачистить. С другой стороны, а почему бы не зачистить лагерь, да? Так, ты разобрался. Если тут оленей нигде нету, мы пойдем зачистим лагерь. И после этого поедем тогда у нас... Меня зовешь? Вот, поедем, отвезем мясо Бухарю и поедем дальше по сюжетке. Сейчас мы... Все-таки, да, я понимаю, что игра не специфичная для моего канала, да и в принципе, видимо, может быть, мало кому уже интересная. Поэтому сильно зацикливаться на побочках мы не будем. Скорее ее пройти, как говорится... Ну, опять же, если ваша активность будет позволять, то мы пройдем ее до конца на стриме. Если нет, то я ее пройду в жало. А этого я, пожалуй, съем. Вот, и там уже разберемся. Мужик, стой. Не поворачивайся, ладно? Будь хорошим, дядей. Что за черт? А, я тоже... Что еще кто-то есть? Ну, вот все тоже не видят, что я тут на карачках ползаю. 5 километров стакан бензина. Так согласен. 5 километров стакан бензина, но не полный бак. Меня здесь нет, не смотрите. Я вокруг лагеря бегаю, стреляю оленей, никто не парит, не парится по этому поводу, что здесь выстрелы. Я до мотика далеко было. Ну, поехали, почистим, наверное, это поселение местное. Слушайте, а это что? Я вроде там не был. Хер с ним, как говорится, пойдем. Тут туман как раз начался нам на руку, наверное. А, пошли у водопоя, посмотрим оленек. Аленек. Ноги себе не переломаю. Не, Дмитрий, я в смысле весьма интересно. Ты про что? Про игру? Я не про это. Я к тому, что если бы сейчас был запущен, не знаю, Стар Ситизен или что-нибудь другое, то онлайн был бы больше и тому подобное. А это довольно-таки важный момент для канала, когда... Ну, для алгоритмов Ютуба, если быть совсем правильным. А пойдем почистим их, что они тут выпендриваются. Новая цель мяса кончается. Я что, собрал мясо нужного количества или я что-то пропустил? Это не то, мясо кончается. Странно. У нас, по идее, еще один кусок же остался. У оленя, это я уже какого-то кастрировал. Так, что бы взять-то пик? А, так мы можем на калаш, кстати, глушака напялить. Это еще что? Э, ничего, это не я вообще. Не, Дмитрий, да понятно, у меня канал про разные игры, поэтому тут это нормально, то, что какие-то игры смотрят больше, какие-то меньше. Нифига себе. Кто здесь? Кто убивает людей? Смотрите, пошел. Он чего-то заподозрил, наверное. Так, отсюда не вижу его. Не-не-не, никого нету. Мы можем помочь друг другу. Мы можем помочь друг другу. Я так не попаду. Ты куда, бро? Спускайся. Это сводится полжизни, блин. Мне такое чувство, что я в танке играю. Ладно, прицеливается, не сводится. Слушайте, а глушак точность, да, походу, дело повышает? Где ты? Я тебя не вижу, ты где? Я по маркеру-то вижу, что он где-то здесь, но я не могу понять, где. Давай. Согласен. В смысле, тёлки? Я, по-моему, последнюю пристрелил. Бля, чувак, ну ты специально? Не, Рома, смотри. Я не ради алгоритмов, естественно, это делал. Ради своего и вашего удовольствия. Но ты же понимаешь, что алгоритмы, как говорится, они на то и алгоритмы, что если я буду сильно на них забивать болтяру, то рано или поздно эти алгоритмы пойдут мне боком. Поэтому тут, как бы, своеобразный момент. У меня есть игра, которая называется SnowRunner, ради которой я забиваю на алгоритмы. Это тоже игра, ради которой можно забить на алгоритмы, но не сильно. Хотя она мне и нравится. Так, а топорик, у него урон. Бля, там у топора меньше урон, чем у мачете. Это что-то новенькое. Понратцик, ты про кого говоришь? Я не на низком уровне сложности играю. Я на сложном уровне сложности играю. Ты можешь переключиться на первый стрим и спокойно все это дело сам проверить. Это не максимальный уровень сложности. Я не извращенец на стримах. Я играл на стримах на максимальном уровне сложности, но так себе затея для стримов она иногда мешает. Поэтому я выбрал просто сложный уровень сложности для того, чтобы и, как говорится, пострадать, и удовольствие получить, и не сильно запариваться. Потому что максимальный уровень сложности на стримах, он сильно, ну, как бы, мешает. Назовем это так. Точнее, стримы мешают. Я смотрел много разных блогеров, в том числе и крупных. Я, например, видел один волшебный момент. Не буду говорить, какой именно блогер. Проходил на легком уровне сложности. И у него просмотр и все дела на легком. Так, это охота, правильно же? Найти животных. Ну окей, поехали тогда по этому пути. Найдем оленя раньше или какую-нибудь живку, мы ее схаваем. А если раньше, как говорится, не нафармим, то, наверное, в том месте что-нибудь нафармим. Главное, внимательно смотрите по сторонам, чтобы мы не пропустили какого-нибудь оленя. Я не считаюсь. Я хоть и олень, но я не считаюсь. Мы там, кстати, капкан около базы ставили. Можно было бы его проверить. А, притом, заметьте, у нас маркер-то как бы это... Слышите? Волк-то больно бьет. Ты же куда жопа? Все, что ли? Ну вот и все, животные мы нахавали. Осталось теперь только их схавать и пожарить. Нет, не Саша Грей. Это я имел в виду стримера, а не того, кто стал случайно стримером. Ну вот, теперь надо отнести все бухаря. Сразу починякаем ее. Тут получается вот то, что мне не нравится в этой игре, это после каждого реально убитого зомбака, двух-трех зомбаков, надо чинить мачете. Свежее мясо. Логически было бы, например, если бы, допустим, после десяти, допустим, зомбаков, у тебя просто мачете начинало наносить меньше урона, после двадцати еще меньше и тому подобное. Вот это было бы правдоподобно. Ну, типа затупилось. Это было бы правдоподобненько и интересненько. Так, капот открыт, подождите-ка. Вот этот вот опять же момент, то, что постоянно ремонтируешь, постоянно вынужден осматривать машины на предмет банального тупо лута, чтобы лома, чтобы починить. Это от геймплея отвлекает. Может быть, конечно, это сделано нацелено, типа, для того, чтобы, ну, это же консольная игра все-таки, чтобы подзатянуть геймплей, чтобы, ну, так, типа, люди подольше будут фигней всякой страдать, и вроде как прикольно. Ни в коем случае это не минус игре, как бы это просто... Ну, просто такой момент, который и субъективный, и, ну, и вот, то есть, просто моя хотелка, назовем это так. Лом всегда нужен. Не, кстати, Андрюх, это был, я имею в виду, сейчас не про... Я даже про конкретную игру, это игра «Падший орден». Когда я начал сам стримить, я потом посмотрел несколько других стримеров, и реально на легком уровне сложности проходили. Думаю, ну, нифига себе вы отжигаете, ребята. Да, Сашка и игры стримит, и борщи готовит. Она отошла, как говорится, от старых дел, назовем это так. И сейчас она вполне себе более успешна, чем я, занимается стримингом. Ну, понятно, почему она более успешно занимается, потому что у нее все-таки, как говорится, поклонников-то больше. Вот, поэтому ей это проще. Ну, и имя-то заметить. Ну, нет, на самом деле, Сашка-то она молодец. Она, как говорится, сначала, как говорится, того, и вот этого вот, а потом она и у Урганта побывала, да, интервью ему давала, и сейчас, как бы, организовала свой, по-моему, у нее и твич-канал, и ютубка, например, реклама Сашке. Вот, и нормально, что, она сидит теперь, получает поменьше, чем получала, но зато теперь, как говорится, по швам ничего не трещит. Это можно сказать, ушла на пенсию? Наверное, это подходит под описание, ушла на пенсию. Это звуки странные какие-то. А, нифига, я и забыл, что здесь патроны валяются. Надо периодически-то заведоваться сюда, за патрошками, чисто. Ночной стрим, ром. Так на канале все запущено же, сейчас покажу. Единственное, что я не уверен, что оно будет до потери пульса, потому что у меня есть внезапно два дела, которые необходимо сделать еще до завтрашнего утра, поэтому с большой долей вероятности не до потери пульса. Вот первый стрим, вот второй стрим. Завтра, кстати, будет два стрима, но не будет до изгона. До изгона завтра не будет. Дед, сразу говорю, почему? Потому что 24-го числа в пятницу у меня у младший день рождения, и для того, чтобы уложить все те стримы, которые я хотел на этой неделе уложить, я завтра убрал Days Gone, и у меня будет завтра первый Икарус, второй Мистов Эмпайрс. Мало ли вдруг кому-то интересно, вы теперь об этом будете знать. Мужик, хватит спать-то, я тут уже полгалактический голосил. Я принес мясо, на какое-то время хватит. Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Мне что-то подсказывает, что потом ему хреново станет, потому что он почему-то до сих пор не встает, хотя я могу ошибаться. Мой брат, я должен спасти бухаря. Рука сильно опухла и сильно покраснела. Это гангрена. Гадалки не ходили, он ее помыть забыл. Его колбасит, ну, у него тремор так называемый. Скорее всего, у него поднялась температура, хотя вроде непонятно, но вроде испарина на лбу-то есть. И у него реально заражение крови с большой долей вероятности. Поэтому ему надо либо сейчас пенициллинчиком впердолить, либо я хзачу ему надо. Ладно, поехали. Нам надо найти к точке указанной... Карта-то где? Ты в безопасности, они меня не отпускают, встретиться с Лиской, уничтожить цель по заказу Такера и блокпост. Блин, ну с одной стороны, поехали, короче, сделаем вот это. Я, кстати, до сих пор не понял. А, ну она у меня выделена же, да, по-моему. Они меня не отпускают. Да, это она. Сейчас мы выполним, наверное, она. Вот это не она, потом мы уберем цель, потом мы поедем дальше по сюжетке. Александр, привет тебе, добрый вечер. Так, мотик починенный же, да, заправленный, мы полностью... Вот, кстати, обратите внимание, полный бак, полный бак топлика. Погнали. Нам ехать 1,7 километра. Правда, непонятно как... Кстати, непонятно как это работает, если бухарь в офиге. Это непонятно как указывается по прямой 1,7 километра или с учетом всех поворотов. И вот... Бедолага. Нравится? Наверное, нравится. Вот, и просто обратите внимание, как быстро кончается топливо. Опять ночью, а была ночь пропустить? Ночью очень много зомбаков. Блин, места красивые, аж в Орегон захотелось. Избавь от мучений, отруби ему ноги. Так легче руку отрубить. Заражение, это с руки пошло. А потом можно протезы с костыля ему на руку присобачить. Так, это че? А, это блокпост Нейра, пофигу. Импровизируем и машем, едем через тоннель. Эх, на грузовике бы можно было бы не обрубивать. Машина полицейская скрытая. Так что фиг с ней. Да нет! Че она хочет от меня, а? Так, надо опять запомнить, что не shift, а alt это... Нитро. Нам где-то оно понадобится, чтобы перепрыгивать. Отсутствует. Я же вставил вроде закись азота. Как так. Сергей Фарас, привет, тебя. Приятного тебя просмотра утром. А мы тут были. Мы первый раз здесь... А, здесь же как раз руку этому нашему товарищу поджарили. Помню майора Пэйна. А плохо помню майора Пэйна. Давно очень смотрел этот фильм. Тот метров. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кому-то игра зашла? Да, мне зашла. Нет, я на самом деле давно за ней смотрю. Я за многими PlayStation-овскими эксклюзивами слежу. И во многие я бы хотел поиграть. Но ради них я не буду покупать плойку. Это нецелесообразно, это невыгодно. При этом, в первую очередь, я хотел пройти Detroit Become a Human. Я его уже прошел. Че мы еще хотели пройти? Я хотел. Я хочу еще The Last of Us первый пройти. Хотел вот эту игру пощупать. И этот... Блин, God of War. God of War как бы скоро уже выходит. И это уже вышло. И остается The Last of Us. Все. Больше я что-то ничего такого консольного не хотел попробовать. И поэтому, получается, я сэкономил кучу бабла на покупке консолей. И при этом я сэкономил кучу нервов на стрельбе с геймпадом. Far Cry и... А такая-то голосовалка же была на тему Far Cry. В голосовалке победил вариант не надо Far Cry. И вот смотрите, я сжег пол бака бенза за 1,7 километра. Даже больше полу бака. Сейчас мы остановимся у точки, где вот, допустим, вот здесь, где байк можно как раз заправить. Выходи. И вот смотрите. Мы сожгли 60% за 1,7 километра. Это немножечко странно. Эй, что тебе нужно? Бензин у меня полный бак заправил. Дай-ка я на него посмотрю. Да не надо на него смотреть. Сам посмотрю. Так, нам надо поговорить с Лис. Правильно? Правильно. Я же правильно помню. А где Лис у нас тусит? Вон Лис тусит. Это только то задание, кстати, которое я тогда запутался и не понял, что делать. А, еще одну игру я хотел поиграть. Забыл, как называется. Чем-то похоже на эту. Ну, как дела? Они меня не отпускают. Она похожа, чем-то на... А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Тут тяжело. На героиню из-за Beyond the Soul. Ясно. Визуально, ну, внешкой. Ясно. Садание выполнено. Они меня не отпускают. Так, задача. Лиза напомнила мне младшую сестренку Сара. Я не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Предлагаете всех перестрелять, что ли? Чего? И все. Видимо, дальше будет продолжение. Поехали тогда вот это. Хлопнем. А может, я сейчас подойду к байку и как сцена пойдет? Не отпускают. Бедолага. Слушайте, ну, с одной стороны, это же логично. Почему они ее не отпускают? Вокруг толпы зомбаков, которые ее сожрут нахрен. Куда ее отпускать-то? Самое главное, зачем ее отпускать? Жизнь. А может, я не отпускаю? А может, все-таки в жопу калаш? Несмотря на то, что я очень хочу бегать с калашом, калашу очень отвратительный в этой игре. Сейчас мы посмотрим. Что тебе надо? Я могу купить то, что я хочу грузить? Я бы вот это, наверное... А, у меня второй уровень доверия нужно. Во-первых, смотрите. Будет значительно круче все, кроме дальности и проникающей способности. Либо можно вообще психануть, взять пулемет. Или, например, можно взять вот это вот. Но оптимальнее всего, наверное... Да все круче калаша по урону, понимаете? Вот это даже имеет и урон больше, и дальность больше, и точность выше, что немаловажно. Но менее скорострельная. Давайте, наверное, ее купим. А потом возьмем вот это. То есть она как раз будет более скорострельная. А это будет менее скорострельная. По крайней мере, мы попробуем ее. Мощный, бьет кучно. Тебе понравится. Мощный, бьет кучно. Так, а еще, наверное, может быть, боеприпасы максимум. Глушитель из... Из фильтра, да? Хорошая пушка. Для дищи, что надо. Дашь, это я могу улучшить. Я глушак купил. Какая пушка? Чего? Жалко, калаш просру. Ладно, калаш мы подберем. Будет еще что-то нужно, заходи. Так, могу глушак же напялить сразу? Кто напарялся, глушак? Я скажу, такер, что ты заходил. Да не надо никому ничего говорить. Я и сам, сами. Либо 5-литровый, либо движок 700-х, или лошадок. Вот вы все видите. Движок максимум... Погоди, я открою. Движок одноцилиндровый. Визуально это видно. А бак, я думаю, литров на 15. Примерно. Эй, слышь, я пойду осмотрюсь. Ди, у тебя рация исключена? Но у меня было свободное время, кое-что смастерил. Блин, опять к этому выезжаю? Бухарь, да. Вот уж точно не откажусь. Спасибо, брат. Отбой. Бухарь предлагает к нему проехать. Дмитрий, я все равно в бошку стреляю. Если не стрелять в бошку, бесполезно вообще в кого-то стрелять. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Еще во времена войны за независимость, сражаясь за свободу, мы обрели законное право носить оружие. Право, которое позволяло нам защищать себя, своих близких и свою собственность. И так было, пока федеральное правительство не испугалось людей, которых клялось защищать. И вот, прикрываясь несколькими случаями массовых убийств, граждан Америки понемногу лишили Богом данного им права на защиту. Сперва приняли закон о контроле над огнестрелом, а потом, дамы и господа, мы распрощались со второй поправкой. А теперь вопрос. Если бы, когда начался конец света, все американцы были вооружены, оказались бы мы в такой жопе? Конечно, нет. Но так решили фетераны. Разоружение народа стало первым шагом киеву. Да ладно, я только что ремонтировал. Фу, блядь, снайпер, скотина. Или кто это? А, это эти. Сейчас, погодите, чат, меня тут отвлекли с десел. А как они меня шибанули? Растяжка, что ли, была какая-то на дороге? Лидер, смотри, по поводу этой игры. Это больше похоже на смесь GTA и Ведьмака. Ну, на мой субъективный взгляд. Поэтому, если тебе такого формата игры прикалывают, то бери прикольное. Если не прикалывают, то не бери. Это первый момент в том... О, какая штука. А второй момент заключается в том, у нее урон больше. Но она выглядит не симпатично. Поэтому не берем. Второй момент, она долгая. Сразу тебе говорю, она реально... Ну, она как GTA, как Ведьмак. Примерно. То есть, не рассчитываешь, что ее пройдешь за 10 часов? Не, ну, может быть, если ты, роняя какахи, будешь бежать только по сюжету, может, ты ее и пройдешь за 10 часов. О, тюлку порезали. Ну, мотик, опять же, да, нельзя чужой взять? Тоже странно. То есть, в этой игре куча условностей. Ну, она прикольная, зараза. Я первый раз с этой серевочкой столкнулся или с чем-то там, потому что я по этой дороге уже не первый раз гоняю, я даже не парюсь. Притом, я в ноль высадил мой... О, давно хотел узнать, а что будет, если я, допустим, его сломаю, то я попробую на нем поехать. Я понял. Он едет на педальном приводе. Хорошая веревочка-то, да? Я только починил его. Порядок. Я отъехал от базы минус 14% топлива. Ой, сюда. То есть, короче, здесь надо очень на многие вещи закрыть просто глаза и забить. Мне, да, мир открытый. Едь куда хочешь, при этом события динамические, как вот только что вы увидели. Ты можешь 50 раз по одному и тому же месту проехать, там ничего не будет написать. Снайпер засел на дороге! Черт! Вот, вот, еще разок, как говорится. Притом, снайпер сидит на дереве, который мы тоже там проезжали. Слава богу! Ты должен его догнать! Они уходят! Кого догнать, Такер? По порядку. Роуча! Роуча! Ты его знаешь! Он был с Леоном и Альварес. Но я им доверяла. Свобода! Такер, не надо быть! Да, он забрал остатки лекарств и ушел на север. Мои парни потеряли его где-то в районе Мэрион Форкс. Вот, пожалуйста, просто, блин, на ровном месте. Ну как, нравится, долбанный снайпер? Так, пойду. Упала винтовка, мне нужно полутать. И ты едешь, как бы ничего не подозреваешь, получаешь приколюху. Скоростренность очень маленькая, кстати. Непривычно пока. Притом, туда ты, скорее всего, забраться не сможешь. А винтарь не упал, кстати. А, нет, упал. Точнее, не винтарь, а хозяин винтаря упал. Лом. А где винтарь? Нету. Да, винтарь не упал, и на дерево не забраться. Ну ладно. Бедный Мотик, опять покуцали, а. Так, чего мы делаем-то, блин? 300 метров, 400. Так, где Мотик? Поехали, все-таки доделаем это задание, потом сделаем то, что тетка от нас хочет. Лом кончился, зашибись. Так, мне эти фанатики уже начинают нравиться, с них лом валится. Там есть лом под капотом? Он опять покоцанный в хлам. А чинить мне его нечем, в этот раз. А, ничего ужасного. Да, подожди, а из чего он чиниться-то? Порядок. Из лома, а у меня же не было лома. Ладно. Не задаем глупых вопросов, едем дальше. На карте ловушки показаны большим крестом. Видимо, какие-то вот стационарные ловушки ты имеешь в виду. Это у нас... Ну, это сюжетная линия, блокпост, бла-бла-бла, куда нам надо поехать. Это большой крест, но это не то. Замбаков, когда сносите Мотик, тоже ломается, если что. Танчо, привет, тебе. Палак какой-то. Пышечка. Так, награды в лагере могут назначить награду за ликвидацию того или иного преступника. Чтобы получить награду, разочитите ликвидающую цель, затем доставьте в лагерь доказательства. Беру. Неужели? Пошли вон! Такер, я на месте. Да, похоже, Лимба с приятелями здесь уютненько устроились, прямо как дома. Ты говорила, у него лицо в шрамах. Еще приметы есть? Еще примета есть, а это метка. Ой, патроны кончились. Ладно. Нет, она, эта пушка комфортнее значительно калаша. Я в зеленой куртке, как толпанный лепрекон. Принеси мне его в монтировку, Сэн Джон. И желательно, чтобы на ней была кровь с его скотской рожей. Я понял тебя. Отбой. Она значительно точнее калаша. Она, как бы странно это ни звучало, быстрее сводится. Да где ты, черт тебя подери? И при этом она, как ни странно, убой незначительно добил, оказывается. Мухи полетелят. Ну, где ж ты прячешься, Лимба? Такое, подождите-ка. Таблеточки, мы любим таблеточки. Можно заявиться в Ход Спрингс просто так, без последствий. Эту территорию я курирую. Тут, этот, как его. Рукоприкладство не пройдет. Всех порву один останусь. А вот, опять же. Да меня только сейчас доперло, что это не калаша, а саф. Так, а как наверх-то подняться? Где он? Перли, ты про какой крестик? Про который аванпост говоришь? Или про какой? Я что-то больше крестиков не видел. Это лома у них много. Если кто-то, кстати, немного не в курсе еще, то шестичасовые стримы вечерние, это стримы по одиночным играм. Если есть какая-то одиночка, которую, ну, постримить хочется, это будет шесть часов. То есть на шесть часов только одиночные игры будут, как правило, за исключением завтрашнего дня. И то, завтра я буду бегать один, так что будем считать одиночкой. И то из-за того, что у меня у дочки день рождения. В пятницу. Поэтому в пятницу стрима не будет ни дневного, ни вечернего, никакого. Блядь, ты откуда взялся такой красивый? Подними ты пушку! Как я вовремя. Самозарядная винтовка 20... Подождите, это то же самое, что у меня, но только лучше, правильно? Магазин на пять сна... Отсюда, давайте попробуем. Ну-ка. Зря косарь отдал. Ну да, нахуже. Железный зуб еще при тебе, да? Толлаж. Это... Это мотик? Или что это? Да патронов нет, ничего. Черт, вперед! Найдите его! То есть это за мной, что ли, хотите сказать? Ведь патронов-то нет. Блядь, с патронами, то у меня засада. Выходи! Я знаю, что ты там! Прячется за ним! Ну пусть они сюда подходят, а я их тут буду перечпокивать. Точно нету патронов нигде. Эй, Намад! Выходи! Не хватит придуриваться, а! Мы знаем, что ты там! Ага, сейчас. Мы же все равно тебя найдем, а когда мы тебя найдем, тебе это не понравится. А вот если сдашься, решим все мирно. Лучше послушай, а! Притом они-то зараза в касках. А меня добегают! Эй, ура! У нас потери! А ей перезаряжаюсь не вовремя. А, нет! А очереди заходим, не тупим. Точнее, наоборот, тупим. Он сбоку, надо вырваться! Он идет за тобой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подними ты ствол-то! Ранили! Ранили! Вот понаехали-то, а? Игра похожая на Far Cry Нет, не похожая на Far Cry И Карлс до завтра будет Не, можно об этом говорить вечно Это Наверное, попозже Или может быть, не знаю, ночью Или может быть, завтра как проснусь Запощу сразу оба два стрима Чтобы не было вопросов Так, это не мой мотик Но я что-то с ним могу сделать Сломать, наверное, да? Это не мой мотик, но я его могу скоммуниздить Так а что мы ждем? Так, а это что? Что, берем этот мотик? Это как будет работать? А потом, как бы, я свой мотик не буду здесь искать Но это же, вжи, явно неспроста Патроны забери У меня и так недостаток патронов Локализация, не, локализация нормальная Что-то Охренеть, два патрона здесь 17 здесь А почему он дымится? Он уже 100% целый Давайте возьмем, который не дымится Вот это, например Короче, горьтесь к нём Попробуем на чужом мотике погонять Что из этого выйдет, я без понятия Но, надеюсь, мне не придется за своим мотиком ехать Мне кажется, он быстрее едет Он реально быстрее шпарит Ой, это мой мотик Здравствуй, мотик Познакомим Приятно познакомиться Чё, буду за своим валить? Ну, нормально общались Ну, чё они начинают? Я не хочу потом за своим мотиком валить Ну, хотя бы мы его повредим Кружок сделал Минус 8% Игра похожа Ну, очень похожа на Days Gone Не может быть Не может быть, что она похожа на Days Gone Тебя кто-то дезинформировал А мой зато ручит сильнее Но, по-моему, едет медленнее Или мне кажется? А чё у вас тут за тусовка? Несанкционированная Опять блин снайпер Опять блин веревочка Или прокатит Йуху! Блин, я думал я в Ведьмака играю, кстати Почему-то А это платва Я на ней еду Какая-то одинокая Никто её не любит, видимо Все толпами шляются, а это вжало Ааа.. Какой шуткий-то, а? Иди сюда Приласкаю Придется на вас патроны не тратить А то, блин, и так без патронов И на патроны купить будет Ну, идите сюда, идите Ой, блин, сзади Так, 40, 30% надо следить Это важно 10% Еще один трофей Отстали? Где мотик-то? Когда X4, X4 будет, если мне мои мозги не изменяют в четверг А, подожди, сегодня что у нас? Сегодня вторник Вторник у нас Days Gone SnowRunner Среда у нас Икарус, Мистов Эмпирс Четверг у нас получается Days Gone X4 Вроде все правильно Вроде ничего не напутал Только это сразу говорю Когда я заранее озвучиваю о том, что Я запланировал какие-то стримы Бывает такая тема, что Внезапно что-то идет не так И какой-то стрим не срастается Поэтому я обычно не озвучиваю Открывай ворота Нормально у меня дела Мотик мне за... Коня мне под напои Чуваки, я уже не первый раз у вас могли бы запомнить Привет Я просто смотрю А когда-нибудь топливо вообще не останется Чувак, а можно что-то сделать, чтобы здесь появился тюнинг? Или тюнинг тут нет? Скорого Так, стопэ, а я куда? Зачем? Я... Я к ней же, правильно? Да Она же просила нас А ЛК это кто у нас? ЛК Непонятно Так, ладно, поехали Че у нас дальше? Остатки лекарств Выполнить работу для такера Задрало Дай-ка я лучше вот это сделаю Наверное, да? У нас же получается сюжетка Это не сюжетка Логично же? Логично Притом надо, может быть, конечно Глянуть по карте, где находится На солярку для краза Алексей Фалькович Спасибо тебе большое За поддержку Только это Сначала нам надо Краза найти А потом уже заправлять И желательно в процессе не утопить Спасибо тебе большое А по ходу дела Да, нам надо сделать это Потом вот это Оно же вот Правильно А вот это вот Поэтому так и едем Это, кстати Так что, атакер Мне-то Можно доверять? Молчит Значит, нельзя Какое скачать Дейсгон В смысле? Эй, что тебе нужно? Виктор, ты Ты про что? Я просто не знаю Я знаю Дейсгон купить Как бы И потом Качается Дейсгон обычный Ну, какой А вот Который есть Сейчас открою Чувак, уйди Я чуть не обратил внимания У нас там репа К ним не поднялась Если случайно Может, надо было Сразу другую пушку хапнуть Хотя, может быть Мы потом найдем Другую пушку Пока вроде Единственный минус Который я сейчас столкнулся У меня резко кончились патроны А тут что? Только что были крестики А куда они делись? А, блин Здесь же Гнездо у них было Я забыл Что тут произошло? А, нет Что-то новенькое Короче, кто-то неудачно Это морда Походу дело ходит Кто-то неудачно В сортир сходил Походу Притом По-моему Обе девушки И обе в сортире Одна в мужском Другая в женском Гвозди не нужны? Не надо Ну и ладно Так, топляк Тут пусто Там пусто Ладно, позаправимся Я вот на месте Б Дикина Ладно, я пошутил Солярка Чтоб найти И не утопить Красс Даня, спасибо тебе большое В смысле найти И не утопить Красс? А утопить-то его Кто будет? Утопить же надо Красс сам себя Не утопит Моды? А какие моды? Не знаю Насчет модов Я в голые игры Всегда играю Я не люблю На игры моды ставить Потому что Моды Это тот тонкий предмет Который иногда бывает Игру в итоге делает Не той игрой Которая была И в итоге портит О ней впечатление Что, орда или не орда? Или что еще? Или это ночь просто? Слушайте, может Ее это А, это другая Я думал Это та одинокая Хотел ей помочь Убить ее А мы же туда же По-моему едем Или нет? Где мы были В прошлый раз На секундочку Кстати По этой игре Игра старая Игра для консолей Подтянутая По качеству И Мне кажется Максимальными С максимальными Настройками Она пойдет Наверное На Чуть ли не на 2070 В 1440 Как только Сможешь Такер Я понял Конец связи Блин, задолбал Это баба-то меня уже Она мне Она мне задание По-моему Отфигачивает Не успеваю Их делать Волки Волки Ладно Так, едем Прямо Мотик Надеюсь Вы живете Можно Долбануться Прямо Можно Проехать А это По-моему Первый Город В котором Мы А, погодите Мы в этом же доме Бабу-то и нашли Эту мелкую Не, не в этом В соседнем Или нет Да Мы ее здесь Нашли Так а нам Куда Нам надо Ведьма Чуть ее Применить Так, Мотик Жди меня Далеко не уезжай Тут, кстати Без модов В этой игре Контента Хватит Минимум На 20 25 часов Смотрим Что тут у нас Такер Я его нашел Похоже Он Видимо Ждал Кого-то Дик Не дай ему Уйти Он нужен Мне живым Чего Охренеть Живым Не так мухко Эй, Роу Куда это Ты собрался Собака Я ведь еще здесь Паскуда Сейчас я тебя Догоню Скотину Эй, притормози Я ж поговорю Да Тебя Такер Во время езды Есть посоведение Я в курсе Поговорить послала Да если бы я хотел тебя убить Ты был бы уже труп Ха Прешешь Я знаю Что ты сделал С Леоном Альварес Не упусти его Дик Мазафака Орда Так Чтобы переключиться На другую цель Во время езды На байке Нажмите левую кнопку мыши Стреляни Вовремя Подсказка выскочила Не знаю Старнее Тут вырали Вот Почему В Награнд Парксе Столько Фрик Построили Я еще и двое Куда ты так доробишься Опаздываешь Да Пошел ты Сэм Джон У меня патронов Я сломаю твой байк И твои печеньки Будут моими Ой Ну все У меня скоро Патроны кончатся Что мне с ним делать Не Есть конечно вариант Что он куда-нибудь Ушатается Наверное Я до тебя доберусь Да пошел Я предлагаю Тупо таранить А с этим разберемся Я не понял Какой кнопкой Переключать цель Он у меня Я настреляю На левую кнопку мыши А там левая Блядь Ты охренел Черт От меня Ведь не скроешься Эх ты ж Бляха Муха Короче Таран Самая офигенная Тема Притом За один таран Я ему снес Больше ХП Чем за все выстрелы На 10-50 Должна пойти Она же с консоли Прошлого поколения Вы чего Как тебе скотина Если очень принципиальный момент Могу потестить Ну что Роуч Как твои дела Видишь Я же сказал Что не убью тебя Дик Нет 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 Я Я ничего не сделал Такер считает Иначе Я так понимаю Леон и Альварес Смылись из лагеря С препаратами А с тобой поделиться Забыли Нет Дик Нет 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 Объясни мне логику Я хочу понять Ты решил забрать Все что осталось Пока старуха не видит Дик У меня при себе Ничего нет Обыщи меня Может быть там старуха Что-то замышляет Это не моя работа Пусть этим займется Элкай А патронов теперь купить Блин зараза Так Если ты не убийца Че хочешь А платят за твое Голос Значит Ладно Дакер Он у меня Отметь координаты И пусть Элкай Вышлет людей Я знаю что ты сделал С Леоном Слышишь Дик Он жив Препараты При нем Дик Пожалей меня Мы же вместе гоняли Ты и я Мы же друзья были Пусть Элкай Поторопится Конец связи Нет Нет Буха Ты меня слышишь Я не хочу умирать Не бросай меня здесь Развешай меня Эх ты сука Чтоб ты Зачем Да девчонку ту хочу Вовремя да сменил этот Да девчонку ту хочу Чем-то порадовать Цветочки купи Она такие раньше вроде Собирала Ну Глянь В сувенирной лавке У Пелна Крейтер Или в Мэриен Форкс Надо топлика уже Захапать будет Ладно Спасибо Блин а я тоже Доломанулся Ладно Импровизируем Хорошо Ты еще раз У меня патронов Просто нет Твоя вишера Потянет Вайпера Че не потянет Че не потянет Не Вайпера Если хочешь Могу потестить У меня же есть FX 1050 Я могу ее поставить На это И все Проверить Потребуется Правда Какое-то время Напомнить мне 8000 раз И все И я Вспомню об этом И забубеню Без патронов Поехал на блокпост Нормальный я Вообще Блин Это тот Мой любимый Блокпост Фак Блин Сейчас Погодите Я сохраниться Просто хочу До мной носится Так А сохраниться Не даст Это блокпост На котором Тогда Была Орда Я с этой Ордой Ничего Не мог Сделать И скорее Всего Я сейчас Ничего Наверное Не сделаю Хотя Поехали Ка прокатимся Че-то Ордой Не пахнет Она Куда-то Видимо Скриптами Убралась Нет Вот она На месте Ой Че не врезался С другой Стороны Если я Не буду Ее Агрить Камера Не возвращайся Если я Не буду Ее Агрить То Она Наверное Болтяну На меня Камон Детка Такие Самочки Так и лезут Ко мне Лезут Орда И меня Здесь нет Запомни Так Для того Чтобы Орда Меня не кокнула Сразу Надо сначала Буд вырубить Пищалки Мешает Грит мотоцикл Да я Привет Тебя А может мы Там и патроны Найдем Так ладно Полезли на крышу Вырубать пищалки Уйта Палка Патронов Просто тюма Бля Хотел Серьезно Отстрелить За дву глаз Зацените Орда Вылезет Ну это еще Не орда два зомби минус 30 процент как меня это раздражать уже начинает это на лучше на крышу мне залезть как не туда попасть а как пешком дверь 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 надо пита питалова вон провод идет провод а карди идет я понял по ходу дела на мусорка была и мне показалось отсюда я вряд ли залез уже правильно колючь проволоку ползать умеешь нет не может это закрыто стопудово не идет это спрятаться короче по ходу дела сейчас у нас будет некоторые проблемы пошли следовать что делать-то лом нахапать меня здесь нет встречу ты не я без патронов на орду то сделать моно кинуть цистерне и вжабать вариант хороший так я попаду на крышу ну ладно чтобы они на крышу не попали давай толкай ее прямо в дверь страх не спойлери пожалуйста народ пожалуй имейте как говорится имейте совесть вы когда проходите игры вы подумайте вам нравится когда вам спойлерят или подсказывают что делать особенно когда вы ну вам это не надо еще куда-то мордата уперлась орда пошла на завтрак у меня ловушек нету если чем это есть если я докину а я не докину до той херни если я докину до этой херни то эта херня полная либо надо аккуратненько ага бы а чего я стрелять то буду блин пипиркой дня патронов все равно нету так все же обрезал вроде все поэтому мы сейчас тихо падаем нет конечно может еще один вариант есть который надо проверить я думаю это плохо кончится я вот этого долбану нафиг ты слепой без патронов бункер за милую душу а против орды с тесаком с полу живым так себе затея то не конечно если орда будут ходить вокруг этих кустов и я буду по одному их вырезать то я не против так все до кончились эти пошли я чё тут просто тут подумал может быть надо просто да бля божай игры как тут блин подойти так чтобы не шлёпнуть если я сейчас сюда с а это генератор я его включу и орда точно припрется я давайте попробуем прикольно интересно же дайте угадаю нет топлива разумеется дайте угадаю я у я пошел в туалет даже не дадут сходить это изнутри хоть открывается не выйдет а как а через него что ли ладно дайте угадаю вон топлива где ты я знаю ты здесь прижал самочку в уголок подошел к ней сзади и отрезал ей селезенку а он умеет канистры пробить я хочу не делая ничего с ордой это провернуть я по идее ты я если я все сирены отключил они не за подозрят неладное готова я аккумулятор не разрядился да наконец-то ну теперь посмотрим так это выход это выход это зачем так не глядится так это что ж по идее выход микрорегистратор посмотрим сэр у нас проблема у нас много проблем боец давай поконкретнее тут еще один поезд на подходе отгоните этих людей отсюда свяжитесь со штабом мы больше не можем никого принять я сказал им нам нужно еще десять экскаваторов иначе придется сворачиваться вы не понимаете все я понимаю эти козлы в портленде просто не хотят слушать я говорю им лагерь забит тут пробка до самого ферва отсюда и до чему то все бойки заняты людьми у которых кровь идет из глаз нет ответа что ты такое несешь рация никто не отвечает ой ну в ближайшее время поездов можно не ждать 5 привет тебе еще один инъектор хорошо но опять же выбираем хпшку потому что хпшки мало ногой не бывает с запасом сил я редко сталкиваюсь концентрации больше можно но все таки наверное хпшка круче забрать можно больше данных нервов значит творилось когда все это дело началось все что реально и все так значит у нас получается мы забрали ящик так так мы забрали ящик и нам надо яйцо потому что один хрен его туда же тащить свое не отдам не просить так теперь самое интересное мне нужно будет пробраться как-то мимо орды цельс в байк и соленат отсюда притом делать будем это в наглую вы обратили внимание что у него мотик заводится с пол оборота всегда как перестать есть фисташки все просто нужно выбросить ключи закрыться изнутри выбросить ключи из дома от дома и все и ты не сможешь есть фисташки потому что они у тебя банально тупо кончатся или купи семечки вместо фисташек это тоже вариант на самом деле действующий кстати у меня сейчас горючка кончится я забыл про нее все мы сейчас пешком пойдем в прямом смысле этого слова черт да я в курсе ну если купить байк можно было купить байк ла 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 правда освобождает земля в наших руках и нам решать как использовать ее во благо себе и своим близким это не я придумал это право нам дал сам господь но некоторым этого показалось мало они хотели большего когда топлива стало мало они решили взвинтить цены чтобы сосредоточить в своих руках власть мы хотели строить дамбы чтобы добывать электричество но косяки форели оказались для них важнее обогрева наших домов мы хотели срубить деревья и построить дома но гнезда пятнистых сов были для них важнее чем вся лесодобывающая промышленность и вот федералы под землей мы избавились от посредников теперь никто не помешает нам взять то что принадлежит нам по праву с вами марк коупленд это радио свободный орегон не верьте лжи видишь ли коуп цены на бензин то упали да еще как только одна проблема его надо искать самому и тут навалом уродов которые жаждут прибрать к рукам то что наше по праву брось карку да брось как уговорю граф на самом деле есть люди которые реально дома на замок закрываются потому что нету другого закрывалка а на всякий случай закрываются а на крайняк опять же в доме всегда есть замок поэтому можно закрыться на замок и выбросить ключи земельки вместо фисташек не рыбай слушай я ни то ни то не ем мне проще ой тоже да прикол бенз кончается быстро но ты всегда можешь найти дополнительную канистру странно как это работает может так напрямую порвануть ну чё это я все пешком не пешком в смысле по дорогам да по дорогам ну ладно окей газ в паласы и все а мы здесь уже ездили да вот он должен страдать че я сразу страдать то я сегодня даже страдать че не успел так тихо 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 фары даже выключим ты обратил внимание у них у всех одинаковые номера или нет у этой машины номер адо 086 запомнили пойдем посмотрим сувенирная лавка должна тут где то быть что-то написано типа фанатики живут логика дейс гон две разные вещи в любой игре логика ну она немножечко отсутствует но просто есть очень банальные вещи а есть вещи среди банальности почему ты так подумал что это этот камень это орда там шляется опять кто же на меня преследует оооо курица и петух и ну игра главная игра прикольная на логику подзабьем у этого другой номер бля вук уже дальше подойдет и кусит зобачок забрал козел я думаешь патроны беру отстань мои патроны так вот патронов на лутая вы еще спросите почему в этой игре патроны для любой винтовки подходят к любой винтовке а помогите помоляю кто-то попал в огур я с ним я жду я тут помогите помогите мне да не ори ты я занят ух 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 Так, оглушак Косой твой Ну чё, куда пойдёшь? Пойдёшь в лес? Ну я не знаю, я всех отправляю Коупленду, потому что мне там внешне больше нравится, поэтому ты идёшь Коупленду Иди уже отсюда, не отвлекай меня Лом гонит Это был Дикон Сент-Джон, они меня знают Просто держись подальше от дорог Нет, Дэя, мы одинаковые полицейские машины сейчас найдём Мы специально просто не катаюсь их и не ищу, а нафига Вот здесь, наверное, будет полицейская машина с Тэда Вот она, пожалуйста Нет, не она, нет, не она Ну тут, может быть, поживимся чем-нибудь Как минимум ломом А вот, кстати, вопрос интересный Смотрите, у него есть облишка Ну любое оружие ближнего боя Это любое оружие ближнего боя Оно изнашивается Вот, но У него есть ножик Который, походу, сделанный из вибраниума Потому что он не изнашивается При этом он этим ножиком Открывает капоты Поддевает люки бункеров И их открывает Семилитровый двигатель, вы серьёзно? XTDI 7.1 Ну или это версия прошивки Мне ещё момент нравится Когда ты, бывает, роешься под капотом Ты можешь найти глушитель Ну, фильтр масляный И либо лом А при этом В любой машине есть Масляный фильтр Как это у них работает? Так, вот, сзади нельзя открыть Это лома на тыреле У тебя есть чё? Ничего Трубки, кстати, не исчезли А тут зомбаки убежали Они здесь были А нет полицейской машины? Не знаю, зачистить этих гавриков Не зачистить Но у меня патронов С другой стороны нету А я могу на неё глушак наперить? В смысле в дерево попал? Ну не могу я мимо пройти Не могу Пускай они идут ко мне в упор А я их буду встречать Что фанатики, блин? Не ожидали, что папка придёт? По-моему, я не убил Не убил Недостаточно свёлся Патронов мало, чуваки, шевелись Это про патроны я говорил Вы должны мне теперь пачку Пачку патронов Ну идите сюда в упор Желательно с пистолетами в первую очередь Долбаные упоколители Я вас всех перебью Ай, освобождение Подойди, пожалуйста, к этому ящичку Молодец Какой послушный мальчик Где? Подожди А, вот Я хотел в последний момент Закинуть туда Чё-нибудь Чё-нибудь осколочное Молодцы Всё, кончились А вот теперь жатва патронов И лома Ладно, встань уже Так, калаш Ладно Калашку колбасить Откты ещё аванпост Мы ещё здесь же можем Возможно Штучку вкусную съесть Не, разные номера, кстати Смотрите И буквы И цифры разные Дмитрий Попов Такая это Мы предположим, что Масляный фильтр Который мы Стреляем Он уже Грубо говоря Обгорел Всё Поэтому и не возгорается Ну, по примеру Да, все номера разные Молодцы Упоролись Так, это Топляк нужен Топляк, топляк Блин, здесь не взорвал топляк Полное Притом Притом эти Фанатики Тут у них Труп валяет Полу Разложившийся Медика А им по барабану Хотя это же фанатики Чё от них хотеть Ну где моя Канистра С топливом Алё Игра Половинка Бля Чё, взорвал Что ли Ну не может быть Такого Или может Не, может Она открыта Убиваю Закрыто Нарисован Нет, только Ну конечно Прикиньте Она реально На столе стояла Я её бахнул Перезарядить Всё на всякий случай О, канистра Я же знаю Что должна быть Канистра По-другому Быть не может Александр Добрый вечер Тебя Приятного тебе Просмотра Ладно Выпрямись Тоже всех Перевалил здесь Так, мотик Где у нас Мотик там Пойдём заправим Сначала мотик Не-не Топлива там нету Тут по-другому Не бывает Жалко нельзя Скотчем Мотик Примотать Ой, мотик Блин Ну да Мотик Канистре Скотчем Примотал бы И было бы Вообще Зашибись И вообще Странно Что Дикон До такого До сих пор Не додумался Можно было Для симметрии Даже две Канистры Примотать Если очень сильно Упороться Можно было Не только Примотать Но ещё и Провести Топлевопровод У шланги Короче Пустить Чтобы Например Можно было Не останавливаясь Ехать на Дополнительном Топливе Нет Есть конечно Вариант Что он Переживает Что Кто-то Попадёт Пулей В канистру И что самое Забавное Кстати Даже бензин Не взрывается Если попасть В него Огнестрелом Загореться Может И то Не факт Притом Если допустим В эту канистру Шмальнуть То скорее всего Оно Не загорится Потому что Для того Чтобы загорелась Должна быть Искра А её нету В данном случае Либо это должен быть О нихрена Олень набежал Или это должен быть Какой-нибудь Зажигательный снаряд Патрон точнее Или Или я не знаю Хорошо А Ой В данном случае В данном случае Так вот Оп Мы даже потестим Если мы в неё Шмальнём И шпиштать Она взрывается Олени пошли вон Ну это как в фильмах Если стрельнуть в бак машина Она сразу взорвётся Завёлся? Сломан Ну-ка О да Чёрт Сейчас они все сюда сбегутся Ой Я про это забыл Объявлено военное положение Не оказывайте сопротивление Сотрудникам нэра и полиции Их тут пиндец как много Сейчас короче будет трешак Надеюсь орды здесь рядом не было Так они лезут уже Не буду с тобой целоваться Фу Ты зубы не чистила Иди отсюда Пошёл вон Вот он Оставайтесь в обозначенных зонах Ещё три Так их надо Не надо брать Ни какие карточки В никаких карантинных зонах Блин Я думал их больше будет Мало Может они что-то замышляют там Лезь давай Вежу Вежу Так а где последний Он делает так Я вот так завяжу На него патроны тратить Шла вон Бля Хорошая мачета Мне нравится Ой И больше становится Игровая условность Я свалиться не могу Пока машу Квалдометром Не добил по-моему того Добил Не ну с другой стороны Зато я Надыбал Побольше этого Как-то открыть Допустим Хорошо А если я сделаю Вот так Так не работает А как открыть эти ворота Повторяю Это федеральный Карантинный пункт Находящийся под Федеральной юрисдикой Ну это фонарь А где Громко говорите Дверь Дверь не работает Не работает А это не край Или карты Возможно Это переход В другой регион Когда я закончу Но это не точно Какого бля Вырубить Притом Заметьте Визуально Его не видно Может фонарь сбить Может фонарь Делала И хер с ним Короче Я уж всех перебил Возьмите Желтую карточку В карантинной зоне Медработника Смотрит вас При первой возможности Ну ладно Что у нас здесь Ничего нет Как-то Грустненько А кто-то идет Омут Жрет Кого-то уже Так Я думаю Мы еще ХПшки накинем Доктор прописал Потому что Там всякие Орды И прочее Нарваться На приятности Попасть Перед Перепрестный Огонь Еще один Регистратор Может Хоть Теперь Я пойму Всем Вы здесь Занимались Ну Наконец Проезжайте Оставайтесь С машины Я что-то пропустил Следуй пути Что-то такое Зовут себя Упокоителями От Упокоиться с миром У них там Свой миссия Говорит Это все Часть замысла Куда они ехали? На ю А там уж Я не знаю Да и мне все Ладно Удачи тебе Чтоб ты сдох Это подожди А кто сказал Чтоб ты сдох Это сказал Дикон мне Что-ли Это что? Это я? Это же не я вроде Или это эти С того берега Блин Я давно хочу Это проверить У меня совесть Мучает это проверять Но я хочу Блин Сохранить Нет байка Или постели В смысле А это что? Блин Я хотел на байке В речку запрыгнуть О Быстрое сохранение Есть Ну допустим Окей Давай-давай-давай Да пиздец Он еще и плавать Не умеет Все Я понял Почему нельзя Прыгать в воду Потому что у нас Дикон не умеет плавать Не Хорошо А если я с разгона прыгну? Надо утопить Все-таки мотик Сейчас мы Разгонимся И возможно Даже вот Нет Оттуда мы Не допрыгнем Правильно же? То есть Нам надо Как-то Вот так И резко Вот так Плыви! Да ты уже До дна достанешь Так И что с мотиком Теперь? Пошли к этому К ремонтнику Так Катсцена Не запускайся А то сейчас Сохранишься Нахрен Вообще Он может С пристани Спрыгнуть Мне кажется Я сейчас Просто подойду К ремонтнику Там будут Заправить Зафигарить И он Мотик Появится Прямо здесь Могу помочь Привет Я просто смотрю Забрать ваш байк 50 центров Фу, блин Когда-нибудь топливо Вообще не останется да ты его заездил нет его не заездил я его заплавал притом за 50 центов ребятки ломануться хрен знает куда наденут там не знаю акваланги и вытащат походу дела нас пригласили на ужин лиза уходи я тут принес красиво можно мне с тобой куда мне нужно в мэрион форкс поехали или брать будешь жрать готовить посуду мыть слушай я не могу слишком опасно все мне пора нас тут рано поднимают на работу все ради этого я сюда перся пиновый ствол а ты думаешь у меня уже репутация ваши посмотрим может репутация уже под покачалась уровень до вот теперь я куплю новый ствол я чуть не понял о чем палатки происходит вы слышали это мне кажется там кто-то делает новых людей так стоп ствол и здесь диком как дела дела у прокурора у меня делишки интересно так ствол хочу этот у нас чего потеряем немножко дальности потеряем немножко бред точности терять не хочу вот это нет такое но это точно скорострельный но чуть чуть ниже точность вот основные пухи да то есть мы можем взять скорострельную штуковину вот эту наверно возьмем не будем париться 2000 таким стволом страшно не будет мне так и страшно чувак очень не знаешь меня только что не было бы припас чем еще могу помочь а это количество у меня их или держи как завода а а это количество у него по ходу дела ты могу улучшить покупай нет места я понял загляни если что-то нужно будет он уже похож смотрите на настоящего солдат уху патронов так надо наверное что еще на пистолет опялить глушитель и все если что понадобится да евгений ну извините я я не подумал что он там так сейчас у нас мы проверяем что у нас по сюжет очки есть у нас целых два задания узнать от сары как собирать лаванду от сары узнать отца я ничего не путаю это сара это моя вы но типа баба подождите такер а чё нафига я поехал куда-то если я смогу стакер поговорить мне все равно потом сюда возвращаться могу помочь дик надо надо кое-кого выследить и кого именно что произошло после того как ты привел ту девушку лизу ларсон привел еще одну ее зовут роу салин хилая конечно вроде к работе годная мы ее отправили канала растительный копать и лукопать ну и что дальше она пропала ушла за припасами вместе с алкаем и другими в тот заброшенный лагерь нера ну ты его знаешь наверное ты ведь там бывал да 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 я знаю где это найди ее дик в тех краях видели немало и намадов и бродяг если они найдут ее первыми да да ладно они будут делать с ней новых людей и заставят готовить жрать и стопать грязные носки так и чем то мы так нам надо сначала поехать вот сюда это нам получается на базу я понял а это у нас побочка вот сюда правильно ну блин она рядышком поехали поехали на снайперку глушитель и на слезать с этого мать да и глушитель на снайперку на самом деле не сильно обязателен потому что мы же по стелсу проходим ты девочкой камень-то отвез да у нее теперь впечатлений на весь день если не то бухарду какая разница отвелся я камень или нет ой здрасте а вы чё тут делаете я тут мимо крокодил нет не отвлекайтесь ловите рыбу и не орите нельзя ловика орать на рыбалке а это тот лагерь который я понял тот лагерь который лагерь который лагерь которому уже пятый раз уже вызывает ход спрингс такер слышишь так я на месте там где черт фрики ой починить надо чего лома больше нету я господа я все понимаю но я хотеть для вам что вперед иди отсюда от мотика отойдите ведь уронили скул сволочи ой это не та штука и так сойдет индивиду нафиг это не орда за мной чем прибежит для тебе не нравится крену с кустов припёршися 25 процентов мониторим 20 процентов 10 процентов все больше не пользуемся прикольная пушка что с тобой случилось слава богу блядь теперь на дашь этот лом искать как заводит поживали чувак ты там не гниешь случайно эти зомбы слепые по идее но что не слух хороший ничего нету посмотрим поближе не надо ближе смотреть просто мазафака мазафака чё там говорите есть чё бахнуть да у что то или это все чуваки у меня нету вам в этих ключев еще трофей Олег, привет тебе. Приятного тебе просмотра. Ой, это кладбище, что ли. Так, видите, мне показалось или это арда была? Или я зря струханул? Эм. Что там сохранится-то? У меня есть парочка идей. На самом деле у меня идей нету, потому что у меня нету взрывчатых веществ. Подожди, не дожал, что ли? Не дожал. Ну, должна же она быть где-то здесь, так? Айки вычисляют. Да, или по айпи ты хотел сказать. О, господи боже. Этих бедняк прямо на части разорвали. Не нравится мне это все. Беги. Не-не-не-не-не-не. Мы потом сохранимся и кинем им гранатку в центр. Сначала монок, а сверху гранату. Монок у меня есть, граната у меня тоже есть. Может даже парочку гранат. Но я думаю, сейчас баба наверху и может какая-то катсцена будет. Роуз? Роуз Аллен, так? Нет! Нет! Тихо, тихо, тихо. Я тебе не враг. Видишь, я не с этими ублюдками. Нет! Нет! Они делали детей. Я Такер. Стоп, стоп. Я же сказал, я пришел тебе помочь. Нет. Ты от нее. Ты из ее лагеря. Нет, нет. Мы с Такер. Я так на вылазки хожу. Меня морили голодом. Я не подчинялась приказам и меня перестали кормить. Это рабочий лагерь. Там все должны работать. Я не прислуга. Я не вернусь туда, ясно тебе? Лучше уж тут умереть. Ладно, ладно. Успокойся ты уже. Да просит ее нормально-то. Видите, вторая уже, да, что-то выеживается, что в лагере не так хорошо, как могло бы быть. Поэтому, возможно, надо Такера приструнить. Может быть, пристрелить? Вот. Что-то надо теперь придумать. Я могу сохраниться? Не могу. Хера там. Ну вот мой байк, вот она, вот они. Выберите очко. Как бы очко взять. В режиме концентрации выстрелы более эффективнее останавливают слабых врагов. Возможность сносить огромный урон, проводя связки. Я не знаю, что это такое, но мне нравится, наверное. Коварды прием усвоены. Так, чтобы атаковать противника в ближнем бою, нажмите правую кнопку мыши, чтобы атаковать на расстоянии. Прицельтесь, удерживая... Не понял, но очень интересно. Ладно, потом разберусь. У меня еще одно очко есть. Так, возможность переразаряжать во время бега. Это хорошо. Значительное ослабление отдачи, значит уменьшение разброса. Значение... Я понял. Не, бабки пули в лоб тоже вариант, кстати. Железная хватка. Для выстрела удерживайте левую кнопку мыши и нажмите правую. Наоборот. Может я неправильно понимаю? Надо нажимать... А, скорее всего белая это типа нажатая. Не черная нажатая, а белая. Брать ее очко? Думаешь пригодится? Ну а куда-то слиняло, зараза. Глушак даже. Так, кстати, по поводу глушака. О! Миграция, смотрите. Да, они к байку идут. Я пока посижу тут, ладно. У них, видимо, обед закончился. Да нет, на самом деле, по поводу не хотели отработать, мы же не знаем, как бы, как это у них там работает. Потому что, может быть, у них там реально... Ты типа впыхиваешь, впыриваешь с утра до ночи, и при этом тебе дают там тарелку бадзяги какой-нибудь и больше ничего. То есть, просыпаешься в 5 утра, и до 10 часов вечера лопату из рук не выпускаешь. Я-ка же понимаю, что, ну там, типа, надо бы на благо лагеря там работать, но во всем должна быть мера, 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 мера. Ну, короче, они пошли, мы ей тоже пошли. Подари бабки кнут, ишь развели демократию. Сейчас я, подождите, бабки кнут подарю, блин, и упаду. Так, теперь нам надо поехать цветочки собрать. Или, подождите, или мы обратно сейчас едем. Сейчас мы посмотрим по карте, куда мы премся. Кто додумался вот из разрабов сделать белую мышку, и основной фунт тоже белый, я постоянно мышку найти не могу. Хотя, да, у меня одна осталась. Хотя, это же игра для консоли, а там мышки нету. Бабуля бывшая хранится местной зоны. Не, может быть, конечно, еще один вариант, если я начну засылать туда новых рабов, то старым рабам будет полегче за счет того, что их станет больше. Ну, типа, нагрузка уменьшится. Это ворона или зомби? Зомбарона, а, кстати, надо. Лом всегда нужен. Можно было манок сюда поставить, ну, если бы мы знали бы, и приманить, и долбануть этим взрывом. Ну, вроде они ушли. Но! Я чуть не обратил внимания, там канистры не было, хотела, она еще блин, захватит. Ну, зажигательный. Да они ушли уже. Их надо просто в одну кучу было собрать, добахнуть. Мне кажется, у всех новичков на первых, там, не знаю, 10 часах проблема с Ордой. Особенно, если не упарываться в эксперимент из разряда, как их уничтожить. Ну, они ходят себе, никому не мешают. В принципе, у них просто это несанкционированная демонстрация на тему вреда современного производства для окружающей среды. Тихо, 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 тихо! Да е-мое! Я подзабуксовал. Пошел вон! Народ, не забываем воткнуть лайкосик и написать комментарий после стрима, если вы хотите полного прохождения этой игры. Сэн Джон, это Марк Коупленд. Прием. У меня к тебе дело. Понял, Коупленд. Ладно. Заеду как смогу. Конкурент. А, и наш еще Бухарь звал зачем-то. Он говорит, что-то мне смастерил. Такер. Дикон Сэн Джон. Дикон Сэн Джон вызывает аду Такер. Дик, ты ее нашел? Да, Такер, я нашел ее. Она возвращается. Что? Ты отпустил ее? Одну? Ну, она взяла байк одного из бродяг. Заявила, что сама доберется. Отказалась от помощи. Ты обалдел, Дик. Надо было ее проводить. Ты чего, Такер? Что не так? Она может не захотеть вернуться? Нет. Нет, конечно. Просто такая девчонка, как Роуз. Да она же не понимает, с чем имеет дело. То, что надо. Не знаю. Может, как раз понимает. Отбой. Он начал заподозревать чего-то. Так, вот, мое любимое место. Мы сейчас, возможно, утонем. Или разобьемся. Дикон Сэн Джон. Это Ада Такер. Эл Кай просил передать, что лагерь благодарен тебе за помощь. Для нас это сейчас очень важно. Так, а все-таки, а эта баба куда-то пропала, в принципе, и она не вернется, потом не предъявят, что она не вернулась, и пошлют ее опять искать. Или как это работает? А почему, например, нельзя было, например, Дикону отправить ее в другой лагерь? Ну, к примеру, да? Сказать, ну, типа, ты это не алло? Ты, если что, я тебе не говорил, а иди-ка ты к этому чуваку. Там тоже, конечно, долбоящер, но там, по крайней мере, озеро рядом есть. Можешь помыться, если что, в любой момент. И вроде там мужиков много, как бы они не дадут тебе заскучать. Ну, так, в теории. Мы сейчас едем, кстати, к Бухарю, правильно же? Мое любимое место. А где Орда? С другой стороны гуляет. Такое чувство, что Орда около таких свалок в основном тусуется. Вокруг них, точнее. И что самое интересное, несмотря на то, что очень много этих зомбаков, или как они, правильно, фрики, нету никакого желания их всех валить. Ты тратишь овер до хрена времени на... О-о-о, прикольно. На то, чтобы всех перебить, а вместо этого ты получаешь какие-то трофеи, которые ты, типа, сдаешь в обмен на репутацию, которую я пока вообще не понял, о чем нужно. Маленькая группа китайских туристов, мелкая компания, которая просто пошла искать сувениры точно на них, как саранча. Тоже вариант. У меня уже в привычку входит на каждой заправке заправляться, потому что от одной до другой заправки треть бака минус. Ну вот, порядок. Ладно, пусть стоит здесь. Потом еще раз заправишься. Заходим, а там бухарь себе руку отрезает. А, так сувенир, это его сушеная рука, наверное. Зомбаки вокруг ходят. Где сувенир? Рука меньше, менее красная. Ты не отвечаешь по рации? Да. Но мокрый, вроде бы. Не знаю. Эй, и стой, стой. Все нормально, нормально. Просто. Ну, опухшая, видно даже. Пытаюсь, короче, просохнуть. У тебя жар. Башка расколоется. У тебя жар. Я ж грудью жар. Нет, я просто устал. Короче, жди здесь, лежи, что-нибудь придумаю. Да не нужна мне нянька, расслабься. Черт. Давай, давай, соображай. Фенициллин тебе нужен. Или ножовка. Пеладжи или подойдет еще? А, лаванда. А зачем лаванда? Иди сюда, покажу тебе, что ты ищешь. Я уже нашел. Лаванда. Ой. Не смотреть. Ну все, хватит, соберись. Я весь собран. Так, вот это называется лавандула ангустифолия. Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит, так что мне ближе латынь, а так лаванда. Ну, правильно, зря что-ли бабло платила. Так, дай-ка мне руки. Значит, одной рукой берешься за цветок, а другой рукой за стебель. Ага. Да, вот так. А потом медленно тянешь. Ну, я умею грядки полоть. Извини, но это тебе не сорняк, тут надо лаской. Ну, тянуть-то можно. Да, но очень нежно. А про что они говорят, я забыл уже? Вот так, отлично. Че-то воняет твоя лаванда. Так, ладно, ты подержи, а я еще соберу. Так, почему лаванда? У нас лаборатория на ушах стоит. Ребята вроде как нашли подвид с мутировавшими монотерпиноидами. Они производят измененный линолуол, который... Это прям охренеть информативно. Спасибо, Эйнштейн. Извини. В ней есть вещество, из которого можно синтезировать лекарства для ожоговых больных. Там, откуда я родом, лечится только одной травой, которую надо курить. Бухарь знает одного парня, у него тут рядышком своя ферма. О, прекрасно. Бухари упекут за решетку и тебя с ним заодно. А что вы еще делаете? Небось, всякое там химическое оружие? Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, не я. Да? В контракте прописано. Мои разработки не могут быть использованы в военных целях. Как место отличается, да, от того, что сейчас. На тему, кстати, студенческий кредит. В Штатах можно взять кредит на обучение, который ты выплачиваешь уже потом. Ну, типа, там же дорогое обучение и вся фигня. Если ты хочешь получить топчик, то берешь кредит. Смотри, тут еще есть. Студент берет. Не родители, студент. Да, стой ты. Он раздевается же. Да нет, я не про кофточку. Ну, в чем дело-то? Долгая история. Ну, ничего. Можем погулять. Я люблю гулять. Блин, ну ты нормальный, нет? Один процент мозга у него даже на нем написано, что у него один процент мозга. Она искупаться хотела. Расскажи мне про свои растения. Серьезно? Ну ладно. Например, вот это адвентивный вид. Ты ждешь вопроса. Несвойственные данной местности. За это скажи спасибо Огдену. Кому? О, черт, я спросил. Питерс Кен Огден. Первый исследователь этой части Орегона. Он и другие первооткрыватели всегда брали с собой в походы лекарственные травы. Некоторые они обронили, и теперь они растут здесь. В основном на берегах маленьких озер и прудов. Первый белый исследователь. Ого, надо же. Да ты борец за политкорректность. А ты напрасно ведешься на стереотипы о байкерах. Мы вообще душевные ребята. У нас в клубе есть несколько черных братьев. Ты знаешь, я здесь вообще цветных не видела с тех самых пор, как приехала в ваше райское захолустье. На каблуки надо ее посадить. Джек специально пригласил пару ребят из Сакраменто, просто чтобы постебаться над скинами. Да ладно. Шучу я. Джим мой старый приятель. Я сам его принял в клуб. Мы с ним вместе служили. Загляни как-нибудь к нам в клабхаус, я вас познакомлю. Он тебе понравится. С юмором чувак и делает убойную Маргариту. Мне в понедельник уже с утра надо быть в лаборатории. В десять ровно мы уже будем в твоей постели. О, ну как тут можно отказать? Попробуй сам пособирать. Ты хочешь, чтобы я нарвал тебе лаванды? Ага. Принеси мне три штуки и смотри, не раздави. О, не, я точно раздавлю. Ну, хватит. Одна есть. Поздравляю. Ой, чатик, вы такие категоричные, выплачивать потом всю жизнь. Как будто вы уже пробовали. Я вот не пробовал, я о сумме судить не могу. И, возможно, на самом деле нет. Ага, неси сюда. Ну, я не знаю, на самом деле. Если узнаю, я вам расскажу. Но пока не знаю. Лилия, что ли? Нет, не Лилия. Боже мой, не перевелись еще рыцари в Фервале. Ну, а чего рыцарей зря переводить? Так, отвернулись. Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем. Я делаю убойный травяной чай. Забористый? Так, короче, заходи ко мне в гости, я тебя угощу, если подбросишь до дома. Идет, договорились. Тебе тоже что понравится? Вот только пивка мне, прихватим по дороге. Вспомнил. Лаванду собирать надо. Кстати, Катя правильно пишет про поводу того, что там проценты смешные и процент доверия. И там еще есть момент, который многие не учитывают, который называется, я не помню как точно, но если, мало ли, вдруг у тебя за п меньше определенной суммы за год, то ты не платишь налоги, ты не платишь за медстраховку и тебе дают деньги. Я не шучу. При этом для сравнения, для сравнения, к примеру, да, есть такая, допустим, фишка, ну вот, короче, про эту фишку. Ты можешь взять машину в кредит, у тебя по ней выплата будет в районе 500 долларов в месяц. Но при этом, если у тебя доход меньше определенной суммы, то ты, типа, можешь получить, ну там, по разной сумме, ну, грубо говоря, там, 7 тысяч в год. Да? А теперь пересчитайте. 500 на 12 умножьте и 7 тысяч за того, что ты получил меньше, чем надо. То есть, по сути, тебе государство дает эти деньги. Как ни странно это звучит. Мне просто часто на стримах про это рассказывают, поэтому я узнавал этот момент, реально тупо узнавал, парился, да и есть, на самом деле, у кого спросить. И мне развенчали 99% мифов про то, которое вот обычно люди рассказывают. Как ни странно бы это звучало, и я в некоторых моментах сам немножко реально был удивлен. С одной стороны, как бы, там есть куча минусов, с другой стороны, есть куча плюсов. И каждый сам для себя должен понимать, где это минус, а где это плюс. И тот же самый, опять же, кредит на обучение, он там, на самом деле, смешной. Тебе его размазывают настолько сильно, что то, что ты будешь выплачивать, это сущие копейки. Чего? Туко соображают. Ты что-то сказал? Мне Сара тут кое-что показала пару лет назад, до того, как, в общем, в этих местах растет цветок один, лаванда называется. Он бывает в тени, на берегах рек, озер, воды, короче, попробую найти. Я сейчас на что угодно соглашусь. На нахер лаванда, достань, лучше что-нибудь покурить. Короче, я раздобуду эту хрень, приготовлю из нее мазь, и ты заткнешься, понял меня? Да, ладно. Извини, я просто потихоньку с ума схожу. Ну, у тебя гангрена потихоньку, пенициллинды нельзя нарыть. Мы поедем на север, я тебе клянусь, уже скоро. Слышишь? Так, стратегии. Не стоит связываться с крупными ордами без подготовки. Лучше заранее накопить ресурсы, обзаведись подходящим оружием, прежде чем напасть на такую орду. Изучите ее район и обдумайте пути отхода. Я каждый раз тут проезжаю, мне периодически дают совет. То есть надо было... А ничего, спали там? Нет, ну чисто ради прикола. Где тут кнопка сохранится? Не так немножечко. Надо манок. Стелс. Стелс манок. Надо, наверное, попробовать какой-то бочке закинуть его. Слушайте, так они там тусят, смотрите. Может быть, просто попробовать кинуть парочку вот этого, молотого. Мазерфакер! Пацаны, я с вами не дружу. Я не дружу с вами! Тихо-тихо-тихо. Интересно, а манок сейчас сработает? Иди ты в нахрен. Надо было... Надо, короче, знаете, что сделать? Надо... Мы не окончились. Стоп. Сейчас на последней хпхе я просто... Прям под ноги накидаю. Я-то не горю, понимаете? Я ее зачистил почти. Да сквестись машина! Стратегия! Стратегия! Импровизация! Стелс плюс манок. Стелс манок плюс одно бесполезное изобретение. Приманивает на что-б никто не заметил. Да ну вас! Стелс манок. Слабоумие и отвага. Единственное, что необходимо для борьбы с большими толпами зомбаков. Сент-Джон, это Марк Коплэнд. Я просто хотел извиниться за тот случай с байком. После всего, что ты сделал для лагеря. В общем, я понял, что ошибался на твой счет. Короче, извини. Соберем тогда все... Все тропеи? Похилится, кстати. Сент-Джон, это Коплэнд. У Мэни есть запчасть для твоего байка. О! Да у меня не хватит кредитов. Как наберешь, зайди к нему. Он сделает. Конец связи. Ну все серьезно, Роман. Привет тебе, да. Очень, очень максимально это было серьезно. Я был максимально не сосредоточен. И максимально не тупил для того, чтобы просто закидать все это дело. Да, отличная была идея. Рыть братские могилы и свозить сюда все эти трупы. Да, ну а что, нормально? Сработало же? Сиберта, правать еще тебя. Ты еще лет тебя не видел. Влад не знает слово стелс, он знает только Рэмбо Стелс. Да, моя подаванка. Я же тебя обучил, Рэмбо Стелсу. Ты же познала весь дзен Рэмбо Стелса. Так, что у нас там надо? Ничего, да, пока. Ну ладно, обойдемся пока. До следующей орды, как говорится, будем импровизировать. Что, я раньше до этого не додумался? Раньше я просто по-хорошему пытался что-то делать. А не надо было по-хорошему пытаться. Нужно было просто взять и все. Это тоже можно срезать. Само собой. Бля, он как будто мне ответил. Револист. Я не знаю, пожалеем мы его или не надо. Беру. Ну, наконец-то. По-моему, не попал, нет? Прямо в башку. Поехали. Кстати, а лагерь-то второй не там ли находится? Нет, вот он. Все равно сейчас заедем туда. Еще лаванда соберем. Не знаю, нужна, правда, она или не нужна. Мне этот, кстати, ствол нравится даже из-за того, что у него, в отличие от прошлого ствола, от калаша, патронов очень много. Хоть я и стараюсь стрелять по одному в голову, тут запас патронов в два раза больше. Как-то вообще нелогично. Там еще лаванда есть. Поймите еще лаванду, хапнем. Мне осталось свидетель, значит, никто не видел. Как это? У меня есть нотариально заверенная запись стрима. Сиберта, только главное так, чтобы у меня эта челюсть не сломалась. Знаю я твои удары с ноги. Я даже побоиваюсь. А то придется опять страдать по полной программе. Ева, сегодня? Вчера было. Рассказываю. Сегодня у нас Days Gone еще будет идти 48 минут. После этого будет перерыв. После этого будет у нас SnowRunner. Завтра у нас в 6 часов вечера. Из-за того, что в пятницу стримов вообще не будет у меня день рождения у дочки младшей, то значит завтра в 6 вечера у нас этот Икарус. В 10 вечера у нас Mist of Empires. Далее. Что у нас? Это получается... А что это получается? Это завтра. Завтра сегодня вторник. Завтра среда. Четверг у нас Days Gone. И я уже забыл. Я же сегодня уже называл. Короче, не помню. Я опять обманул. Надо, короче, сверяться с моим производственным расписанием. Ну вот, а в воскресенье опять, скорее всего, или в субботу или в воскресенье будет ЗГ, или в субботу и в воскресенье будет там Ева, а потом ЗГ. Я пока ХЗ. То есть пока мой план не определился. Так, это, короче, этому лючку отвезти. Ну и каждый день у нас, естественно, Days Gone. Пока мы не пройдем, или пока просмотры по ДС Гону не упадут ниже Плинтуса. И значит, это вам не интересно. А если вы хотите и дальше смотреть стелс-экшен в действии, то не забываем написать комментарии и, естественно, поставить лайкурий. А лаванду можете не курить. Фиг с вами. Хоть перестреливай их тут. Они задолбали здесь ходить. И к мужику с цветами идем. Блин, мир сошел с ума. Фары вырубаем, чтобы никто не догадался, что мы здесь. То, что надо. А, вспомнил! В четверг у нас Days Gone и Х4. Во! Ёп, моё. Забыл. Это не арика. У тебя прикольно то, что тут постоянно обновляется. Для меня показалось. Где-то эти зомби забираются без... У, байка. А, это байк Бухаря, наверное. Мощный байк-то у него с кофрами под ствол. Может, пристрелите? Ой. Чмолут посмотрим. А то я что-то сильно потратился на... Рэмбо Строса. А гвозди нужны же только, получается, для биты, да, обитой гвоздями. А биту, обитую гвоздями я не использую, поэтому мне гвозди, в принципе, не нужны. Да нет, на самом деле, вы не поверите, но у меня практически всегда есть расписание на неделю вперёд, когда и какой стрим будет, но я редко, когда говорю, какой стрим будет, потому что вечно идёт всё через жопу. Зарядить не может рука, а уже всё. То такое дело, я вспомнил, как несколько лет назад мы с Сарой были у Бары Крик, собирали лаванду, и она научила... Она научила меня делать мазь... Я сегодня выходил. Ясно? Прошёл по горе, проверил капканы. Рука, считай, как новая. Ладно, я просто оставлю это здесь, и... Ты... Дай мне пару дней. И двинем на север, как и хотели. Отсюда нахер. Ага. Ну да. Это упертый баран-то, а? Ну а что у него всё равно руке капсда? Может быть, мог бы и помазать спокойно. Для фугасов вроде тоже гвоздью, да, посмотрите. Это прикол на тему, вот опять же, недоверие всяким способом, когда первые разы, например, я... Так, это не то. А, ну я, видимо, не умею делать. Это. Если, мало ли, вдруг рано такая, ну, назовём так, несвежая, да? Ну, такая вот немножко, немножко такая несвежая. То... Загнаеваться чуть-чуть началась, да? Ну, заражения ещё нету, да? То есть, как бы это просто небольшое нагноение. То, как это, блин, не странно, достаточно просто сделать компресс с мёдом. Больше ничего не надо. Дик, ты на связи? Да, я здесь. Сейчас, подожди, Такер, да я посмотрю. Вернуться в лагерь Коупланда, поехали. Что такое? На нас напали. Ты обойдёшь. Несколько десятков, а то и больше. Сраный упокоитель. Лошара. Та девчонка, за которую ты так переживал. Лиза, стой, погоди. Что случилось? Где Лиза? Её забрали. Увели её и ещё троих. Элкай проследил за ними сколько мог. У них убежище в Беллнапкрейтер. Он вернулся, чтобы собрать отряд, но... Короче, слушай. Я видел, что эти уроды делают с пленниками. Я ждать не буду. Сейчас окажется, что это то место, которое мы зачистили. Которое не надо было зачищать. Вроде бы. Так вот, так что это... Никогда не недооценивайте народную медицину. Как ни странно бы это звучало. Другой бы нормальный человек что сделал? Пошёл бы в аптеку, в больницу. Купил бы за сто пятьсот рублей мазь. И... И получил бы эффект за... Есть мазь-спасатель. Она хорошая. Не спорю. Но она хуже мёда. Есть, например, алоэ. Растёт. Как долбанутая. Его ещё, кстати, можно пить, если чё. Ну, в смысле, коктейли делать. А есть чага, которая тоже неплохо помогает. Только не от тех болячут. Он тут уже бывал. Я... Ну, всё бесплатное. Так, чё ты хотел мне с мотиком сделать? Запчасти нужны? Так, во-первых, надо заправиться. Во-вторых, надо отремонтироваться. А в-третьих, наверное, надо было пообщаться. Так, украска-байка. А ну, не надо меня вообще... Дизайн. Такого крутится. А, так это можно фары поменять, ю. А у меня какая сейчас? Навижу консольную тему. Нажмите, держи. Так, фару поменяли. А-а-а, да ладно! Диски даже можно поменять. Ничего себе! Так, ну мы ездим по бездорожью. Эй, хер с ним на... На принципы. Отлично. Чё-то ещё? А-а-а, вот такие спицы на бездорожье лучше не использовать, потому что её хли-хли легко повредить. Ну, на самом-то деле. Ну, а нам-то побую. О-о-о! Спортивная банка. Ага, отличный выбор. Ну, крыло, чтобы это... Кроссово. Это хорошо послужит. Чтобы говном не закидывало хожух. Какая-то гадость, да? Пока. Так, всё, да? Не хватает инструкции. Характеристики. Дрыгатель. Стоит топовый глушак. Топовый кофры. 800. Возможность водить покупаются у торговца. В кофрах можно купить припасы, кофры... Бла-бла. Обращайте внимание, насколько боеприпасов вместимость варьирует. Чтобы достать боеприпасы, подойдите и заберите. А, это клёвая штука. Поставил, поставил. Так, бензобак. Запас... А, нифига, вон запас топлива. Какой можно сделать? Я заверню. Ой, я бабки-то все просрал. Твою мать. Зайкись. Я купил, но не установил, походу. Подождите. Как-то получилось. Бля, грязевая резина. У меня денег не хватает. Вот, фак. А там ещё будет чей-нибудь. Самая простая мазь моча? Ну, да. Промыть мочой можно. Она стерильная, по крайней мере. Это не странно. Боль чувствует? Или хоть что-нибудь? Не-не, я ещё кое-нибудь. Как же это? Так, к этому нам уже не надо. К этому я не знаю. Мы за бабки сдадим и жили, или чего? Ну, ладно, продать всё. У меня вот тут травка есть. А продать всё на F. Пока что всё. Доверие только поднимается. Я понял. Так, чё мы ещё можем тут нахапать? Трофеи по-сдавать. Ты вернулся. Рада видеть. Джейзи, как идёт торговля ушами? Ну, чё-то как-то денег оно не дало. Сдача трофеев дало только это. Слышь, дик. Так, он чё, поговорить с Коуплендом? Окей. Блин, ну это про мотик. Может, я зря мотик? Слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коуп. Я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Опа, ещё один. Прямо здесь, в каскадах. Упокоители здесь? Где? Я знал, что ты заинтересовался. А потроны купить? Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Кстати, а чего Бухаря-то не видать? Где, Коуп? У Сепарейшн Медоу. Первая их флэк засекла. Ты ведь её знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся. Я ими займусь. Ну всё, писец с Йориком. Сейчас мы купим... Так, подождите. Трофеи, не трофеи. Попробуем ради интереса. Не уэт? Ладно, давайте к этому зайдём. Привет. Есть у тебя как-то кофры заполнен? А, вот. 400 баксов пополнить боезаполи. Хрена себе, блин. Дорого. Надеюсь, там много? Так, это аж... 16 центов. 46 центов. А тут 400 долларов. Карл. Ладно. 400? Не, ну я надеюсь, что здесь просто пиздец сколько патронов. Ай, заправить забыл. Рад видеть дик. Слушай, Дэймон. Твой байк можно улучшить. Прикинь, водища без топлива остаться. Да я уж пробовал. Отстань. Ой, лагануло. До скорого. Так, лагерь упокоители. Поехали. Притом кофры... А, нет, есть кофры. Они с одной стороны почему-то. А я забыл. За что мы деньги зарабатываем? За привод... За привод... Привод, блядь. За привод этих... Как его? Новых жильцов. Лагерь нам дают бабла. И... По-моему, тупо за задание. Больше вроде ни за что же. Да, не дают. Так, со 600 метров. Короче, поехали бабло фармить. Скорее всего, вот основная причина выполнения... Ой, ты что подлогаешь? Основная причина выполнения побочных миссий бабкин. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. Утром сломал очередную бритву. А ведь глобализация должна была принести нам лучшие товары со всего мира. Вместо этого мы получаем самый дерьмовый ширпотреб, который штампуют за рубежом. Все делается так, чтобы быстрее сломалось, и вы пошли покупать новое... Бухарь, ты не спишь? Бухарь! Не сплю, но я сейчас стука соображаю. В общем, я поехал к Сепарейшн-Медоу. Коуп сказал, тут лагерь упокоителей. Что, так далеко на севере? Да, слушай, что с ними такое творится? Элкай сказал, они нас ищут. За нас назначена награда. Какого черта? Как такое возможно? В смысле, я, конечно, их много перебил, но всегда за дело, когда они сами... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там и лезли, насколько я помню. Ну вот и я так подумал. Упокоители. Конец связи. Так, ну всего 8 гавриков, это вообще не для нас даже. Упокоители, боль. Ой, промазал дважды. Сыраный, упокоите. Естественно, косой, конечно. Бля, он точнее, чем калаш, но такой косой. Где вы двое? Кучка психопатов. Что вы тут забыли, а? Короче, я понял. Надо наутмуж стрелять и сразу попадать начинаешь. Давай. Да. Так, мне не забыть, вас еще полутать. Ты где? Алло. Так, один сзади. Прям вроде симпатичный. Баба-баба. Прошлось убить. Чувак, не отвлекай, я лутаюсь. Ну, где? Ты гребаный упокоитель. Вот тебе твой путь. Я свожусь, не разбегаемся. Ладно, я понял. Сводиться бесполезно. А лутаться полезно всегда. Да. Пошел в атаку. Че, не сдохла, что ли? Что вы тут делаете, а? Меня ищете? Блин, если это легкий, ой, сложный уровень сложности, то че будет происходить на легком? А! Так, перезарядился. Вы обидели моего брата, вы в курсе? Да моя нога вообще-то! Козлы. Блядь, ты че делаешь? Это мой новый автомат. Ну, брось. Так, не мешайте лутаться. Эх! Ну, блядь. Стреляли где-то слева, Влад упорно смотрит справа. Так да, там еще справа, потому что были гаврики. Понятно, что есть и слева, есть и справа, есть и по центру. Да, Рэмбо Стелс Это самый крутой вообще Способ прохождения любой игры Потому что это позволяет вам Не булькает Короче, вы на игру смотрите Совсем по-другому при Рэмбо Стелсе Вы начинаете находить Нестандартные пути прохождения Вы начинаете импровизировать заранее Если вам говорит игра упорно Подготовься, не надо делать этого Не надо подготавливаться, нужно просто импровизировать Импровизация наша, все Это откроет для вас новые горизонты И что самое главное О Ясно, что они с ней делали? И что самое главное Вы будете делать так, как этого не делал никто Потому что 90% людей Стопудово проходят игру по рельсам Мадам, вам можно Поговорить? Ой Я же поговорить хотел Тут дура Она, между прочим, привязанная была Мог бы и поговорить с ней Нет, палка мне не нужна Отстань Вроде все облутали Кроме палки Гвозди не нужны Это что? А это нифига Блин Талатка, что ли? Не хрен знает Че это Так, погодите-ка У меня Фу, я думал Мачете просрал Да я так мельком посмотрел И не понял Нет Да, Бухарь Нашел Думаешь Они здесь нас искали? Не знаю, Бухарь Некогда было спросить Они мне пытались глаза выколоть Прости, брат Надо было ехать с тобой Алексей Фалкович Каэш в 10 Отбой Кто здесь? Стрим же уже запущен Там, это На канал переходишь Там, видать Может похилиться? А давайте пока мы тут Спокойно Как говорится Спокойной обстановки Насоздаем бинтиков Забавная тема Кстати, я ни разу не пользовался Микстурами И ни разу не пользовался Стимуляторами Так, тут пофигу Глушак Давайте глушак напяним Я же покупал несколько Ладно Теперь с ними Глушак для слабаков Я лутал вроде Так, у нас поехать К указанной Что с тобой сделали А, тут еще рядышком А можно это отключить Как-то радио? Нечего проповедовать Неправильные стимулы Притом Буквально На прошлом стриме Я вот здесь все зачищал Так, что, может бензо заправить Или пофигу Две канистры Две канистры Канистра Как же не хватает скотча Этой игре Примотать бы ее Порядок Так что ты что есть? Вы думаете Одно Второе Третье Но на самом деле Вы не понимаете Это другое Такая отсылка Небольшая К другой ерунде Ладно Харел лутаться Чего тебе надо-то? Ты где? Ой, извини А ты где был-то? Срал, что ли? Ну, судя по всему Он тут срал Так, а давайте попробуем Патроны заправить Сколько у нас патронов Уйдет из кофр? То есть у меня сейчас Не хватает Охрен знает Сколько не хватает Подходим Нажимаем пробел 68 По патрону для автомата Мы взяли 105 Влезает Патрон 1 Отстрелили Перезарядились Прибей В смысле Одноразовая? Господи В смысле Одноразовая? 400 баксов За одноразовую хрень? Понял Хрена себе В дерево Ты врезаешься У тебя полмотика Минус А Закинул Фугас Под зад Ему пофигу Ладно Будем импровизировать 400 баксов Коту под хвост Не, ну это вообще законно 400 баксов А ты говоришь Канистру Гвоздями Прибей Прибей На 400 баксов Меня развели Ужас Право что-то будет? Опа, патронцы появились Но у меня по идее Сейчас полный Боекомплект Поэтому у меня Даже патронцы Эти смыслы Нет собирать Один Ой, блин Пьют Покупай в том лагере Где денег больше В смысле Подожди А в разных лагерях Разные деньги что ли? Или ты про что? Привет тебе Я просто только сейчас Первый раз Купил эти кофры Я больше не хочу Ну, пополнять А за 400 баксов Да я В мачете побегаю Странно Больше нигде не обновились Патроны Не кажется Что я здесь был Ну, буквально Буквально только что Грёбаный упаковитель Куда вы дели девчонку? Если вы её тронули Клянусь я Да чё уж там Я вас тварей При любом раскладе Урую нахер Конечно Держись, Лиза Я иду Так, подожди Мы должны упокоить упокоителя Поэтому мы пойдём по столсу Это Это Лиза уронила Уж точно Не кто-то из упаковителей Нормальный рюкзачок Кстати Маленькие следы Женские У каждого лагеря Свои счёты Кофры Да, одноразово Это вполне Здесь Если вы Что-то издалете Ну, это удивительно Реально Значит, у меня у текер Должна быть куча бабок Так, чувак Ты в курсе Что я по столсу Сюда иду Поэтому Извиняй Гори, ублюдок Гори, гори Ясно Чтобы не погасло Сышь Я иду к тебе Тебя косой сдуцел Эй, тюп А ибо нефиг ссать Да, пещерка Прикольно Надо сейчас Ещё немножко Наверное Сотворить этих Не, я не буду Ими больше кидаться А то вдруг Орда А я уставший Поэтому мы Исключительно На Рэмби Они затащили её сюда? Бля, цеги учись Как пещеры делать надо Реально прикольная пещера же По внешнему виду Так, патроны Не будем трогать Мой единый разум Свободные Укажут мне путь Свободные Правят миром, а? Ты дурак, что ли? Мёртвые ничего Дурак Кофри купи И пусть держат Для того момента Давайте вообще Не-не-не-не Не наш способ Не-не Только страдать Только импровизация А вот ещё 400 баксов Тратить Не, можешь потом Будут 400 лишних баксов Куплю А так Нет, она не здесь Где ты, Лиза? Она должна быть где-то здесь Все мои родные Вчеры Белл Но я грешен тем Что вспоминаю их Я должен Слиться С единым Слейся, слейся Я не против Никто к вам Не примкнёт Вот я тебя и нашёл Могу путь указать Ты охренел С киркой, что ли? Укажи ему путь Блин Ну здесь уже Надо мышку менять Задолбало уже Я колесо Задеваю Оно вообще болтается Как не знаю что Оно перестало, конечно, глючить Но оно иногда теперь, блин Но ложное срабатывание имеет Скотина Нет Я, по-моему, его в руку прибил Да ты задолбал мешать лутаться Да из-за него я труп не полутал Ну нормально он вообще нет Граната нормально А кирка много бьёт, даёт урона Кирка слабее бьёт, чем мачете Остановите землю, я сойду Лиза Держись, я иду Да, сюда Наверняка она там Птички Тиненькие Далее у нас есть карта местности Работа парка Где туда, где обратно И ещё какие-то яхтки Видимо не жрать Я понял А тут есть кто? Сюда Они затащили её наверх Зачем? Лиза, где-то там наверху Дискокерка пластмассовая? Притом, заметьте У меня полные патроны Даже кофры-то на самом деле Не нужны Если, конечно, ты не против зомбаков Воюешь, у которых нет патронов А тут ты просто мимо проходишь Постоянно лутаешь И ты дура, что ли, а? Свободный! Я ранен! Ранен! Тихо Я тебя прикрою! Эй, подожди Я за тобой вернусь Назад! Готов! Покори всё Так, а ты будешь покоряться? Понимаешь, что надо было с оптики это делать Но ты не наш способ Так, патроны стоять Вот что удобно Вот этих вот упокоителей шмонать У них очень много всякого Включая и гранаты, и прочее Вот она Я тебя даже целиться не буду Молодец Вот, и из них и патроны валятся Как из рога изобилия, блин Нет! Ой, замазал, блин А вот теперь можно и патроны хапнуть Лизонька! Поцела! А пятая точка твоя Полежи пока отдохни Кофе оставить хотя бы Не, а так-то смотрите У них довольно-таки мило тут Баба, да, это не баба Как бы это Хороший вид, смотрите, открывается На горы На ещё горы Речки только не хватает Так было бы идеальное место Лизонька Я бегу к тебе Ждала меня, доченька Лиза Вот ты где Господи, что с тобой сделали, Лиза? Они её, по ходу дела, посвятили Лиза Эй Милая Нет! Эй, эй Тихо, молчи! Лиза, это я Ну, Дикон, помнишь? Дикон Дикон Все, тихо Лиза, привет тебе Все будет хорошо Ты цела? Черт, побежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног Со всех ног Только не останавливайся Готовы? Да? Беги Там лут, подожди Сзади тебя лут Молодец Так, обрез не оттук Мечу и не надо Интересно, зачем он её отправил со всех ног? Я думал, мы отбиваться будем А она просто идёт Не, может быть сейчас ещё, конечно, эти Умалишённые ломанутся? Что это было? Нет Нет Лиза, быстро прячься Да За ним За ним Лиза Беги Всё, нет места Нет, нет места Нет, нет места Лиза, пошли Ну, чё ты? Между прочим, Линос Это не я их всех убиваю Они сами от меня убиваются Никто не заставлял их Как бы ко мне, как говорится Лезть Да убери ты задницу свою Стрелять хотеть Быстрей, быстрей Лизонька Не подставляй свой зад Когда они просят Ладно, Лиза Будет целее задница Мои аптечки целее будут Ой Да ёпта Лизь давай О нет Упокоители Беги к домику администрации Тойди от байка Беги к байку Давай Бедная Лизонька не успевает То к байку О А, это говно Говнодубина То к байку То к домику То к байку То снова к домику Она уже думает Такая Ну ты определись Ой Это что? Поехали Всё, ушли Ты в порядке? Нет Слушай К югу отсюда На Лост Лейк Есть лагерь Там не так Как в Ход Спрингс Железный майк Не похож на миссис Токер Ненавижу миссис Токер Там ты не будешь одна Это хороший лагерь И там безопасно Я чувствовал Что в Токер Что-то не так Держись Тебе там мягче тоже Когда я в ВОВ играл Была мышка Это правда Стилсериевсовская Какая-то В World of Warcraft Эдиш Вроде бы Я ее покупал Во времена Ты еще на этом канале Лагерь Лост Лейк Ответьте Дикон? Давно о тебе не слышала Что тебе нужно? Короче Приезжай уже На шоссе Каскейт На пересечении Солт Белл на Прауд Я сейчас еду туда Знаешь, что сказал Майк В ту ночь Когда вы с Бухарем уехали? А Ну да Точно Вот поэтому я связался с тобой А не с Шиза Майку не нужно об этом знать Тут со мной девочка Что? В смысле Девушка Выжившая Она уже давно водище А ты нашел выжившую И хочешь привезти ее в Лост Лейк? Это ты привезешь ее в Лост Лейк? А я привезу ее к тебе Рекки, ну что? Да Ладно Я выдвигаюсь Конец связи А, так вот Купила я себе Когда играл в ВОВ Да епта Ну да Рад был поболтать Короче Купила я Когда играл в ВОВ Активно Мне ее хватило на год Обещаю Максимум Притом я тогда работал Я говорю Майк нормальный мужик Любит поорать Но Ты просто не обращай внимания Поняла? Ладно Там есть один тип Шизо Если он будет к тебе лезть Просто скажи Рике Да он кому объясняет? Или скажи Эдди Она у них за доктора Вот скажи ей Эдди Она Она хорошая У нее есть лекарства Всякое там Чтобы обработать Обработать порезы Чтобы не было заражения Понимаешь? Они тебе помогут Может Оказывается есть третий лагерь А у нее два подсумка Привет Привет Рики Привет Дик Я удивлена Такер перестала торговать рабами? А Лиза Это Рики Она отвезет тебя В безопасное место Ничего не изменилось Дик Железный майк тебе за это не заплатит Да при чем тут Я же не разрешаю Это же совсем другое Дело же не в деньгах совсем Просто забери ее А? А что с ней Дик? Ну короче ее Поймали у упокоителей И я О бах ты мой Ну Лиза Привет Я Рики Теперь ты будешь обои ей Скажи ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю Больше всего на свете Я люблю рыбачить Хочешь вместе пойдем? Да? И я расскажу тебе про Лост Лейк Знаешь Вода в нашем озере Просто чистейшая А рыба О бах ты мой Рыба на рассвете Прямо скачет Вот досюда Увидишь Там тебе очень понравится Давай Держись покрепче Готово? Большое тебе Большое тебе Иди нафиг Так Короче подождите Это получается Такер торгует рабами Не зря Я ни одного гаврика не послал Не зря Как жопой чуял Такая жопа чувствительная Так Ты в безопасности Лиза напомнила мне Бла-бла-бла-бла-бла-бла 50% Заметьте 50% Что так Что это значит? 21% Растерзанный 6% Знакомое лицо Интересно Но судя по всему Это мы только половину Задач с ней выполнили То есть примерно Еще 2-3 Миссии С ней должны быть Какие-то косвенные Так И у нас остается Время Наверное Попытаться Сделать Опять Ну окей Давайте делаем Еще вот эту миссию И на сейчас Заканчиваем С этой игру И продолжим Получается С ней уже В четверг Неправильно Мы эту игру Играли? Да Мастер Как же по-другому Я вот сейчас Неправильный скилл Подожди Возьму Это важно Надо взять Неправильный скилл Например Зазубренный Наконечник Нет Спасибо Вот этот Возьму скилл И он будет Неправильный Сто пудово Перезарядить На бегу Нажмите Р Фигаси в жизни Бо не догадался Так Налево Направо Вот это задание Очень забавное Я не совсем Врубаюсь В чем прикол Этого задания Но мы уже Третий раз Едем туда Нам третий раз Показывают Разное Это нужно Типа для сюжета Что ли Или для полноты Прохождения Этой штуковины Или я что-то Не понял Для чего оно надо Но Это каждый раз В одно и то же место Каждый раз К одному и тому же Камню И после этого Казалось живой Мужик А есть что у тебя Что курил Мне кажется он не живой Ладно Ты слышишь Спрингс Вызывает Дигна Сен-Джона Дакер Слушаю Ты уже должен был вернуться Нашел девчонку Нет Нет Дакер Нет Упокоители ее Все Искромсали Она не выжила Вот сволочи Она нам была нужна Теперь еще дольше Копать придется Ну видите Взгляни на это С другой стороны Одним едоком меньше Да Приведи мне новых людей Иначе тут вообще Никаких едоков Не останется Конец связи Я предлагаю ее Пристрелить А можно Сейчас же этим займусь Просто ну вторая Уже попу Она вторую телку попортила За все это время Если бы Крок Бета узнал бы Его бы нервный приступ Прихватил Диг Это Коуп Слышишь? Коупленд Да-да Я здесь Я так понимаю У тебя для меня дело Ну ладно Я заеду Конец связи Блин Я только оттуда уехал Поехали Пока от меня не пристрелили За мной гонится уже Не, ну походу Дело Жена-то живая Потому что Если бы Жена была бы Не живая То всего бы Этого бы не было Мне кажется Видимо В самом-самом конце Он все-таки С ней встретится Потому что Ну уже Понятно Что если У Брайан жив Или как У Нилы У Брайан по-моему Если этот Чувак жив То скорее всего Она тоже живая Теория Тем более Как он сказал Он ей оказал Необходимую Медицинскую помощь Что Опять же Косвенно подтверждает Что оно Ало Да там Снайпер Где Хер знает Что оно Косвенно живое Блин Козел Черт Только не сейчас Ты меня что Сквозь дерево Лупанул Алена Так тебе Скотина Больше не будешь Стрелять По наматам Хорошая была баба Но попортили Успокоились Успокоители Вы успокоились Так Это не мой Клиент Ну и все А вот и не надо Легки Мне рассказывать А то Знаю я вас Вы лучше Лайк поставьте И комментарий После стрима Напишите Это будет Полезным Действием Очень полезным Блин Опять мне Мотик Как они Одним выстрелом Мотик Выносят В ноль Это поправимо Десять лома А восемь лома На весь мотик Тимпл Привет тебе В смысле Я спойлерю Люди со мной Вместе Смотрят Эту игру Мы Собственно говоря Вместе Познаем Что тут происходит На тему Что ты Как говорится Возмущаешься Это было Буквально Несколько Ну ладно Не несколько Минут назад А минут Двадцать Назад Тридц Может быть Назад Все это было Как говорится Онлайн Так что А ничего Ты возмущаешься Интересно Ему можно Под весом Ну вряд ли Под весом Пожестче Воткнуть Чтобы у него Позвоночник Выскочил А где зомби Зомби нет Кстати Или из этого Да нет Я же в другом регионе Вычистил орду Так Это мой любимый Мост же Да по-моему Или нет А не Нет Не он О знак Снес Ручкой Притом Ручкой Задел А Орда Я предлагаю Ее убить У нас же есть Богоподобный Стелс Правильно Мы сохранимся Главное Чтобы у меня Хватило Зарядов Симпл Спасибо Качо У нас Кроме 25 24 И 31 Стримы Каждый день Так что Мы успеем Вдруг друга Еще 800 Тысяч Раз Поздравить С наступающим Тонгас Провед Тебя Продолж Скоро Конец Этого Стрима Орды Нету Обломали Меня Я только План Придумал По уничтожению Орды Там ее Нету Это явно Не Орда Короче Если мы Увидим Орду Мы знаем Что с ней Делать Где Ну она Либо вот там Внизи Не ходит Хотя я Мим Проезжал Вряд ли Она Ну тут Ее точно Не будет Орды Привет Это снова Я Я знаю Это довольно Тупо Приезжать сюда Ведь тебя Здесь Никогда Не было Но Какого черта Куда мне Еще податься Ты не поверишь Я Нашел девочку Ну Как девочку Ей Лет 15-16 Наверное Она Очень похожа На твою Младшую сестру В общем Она Все это время Жила Одна В том Маленьком Городке К северу От Белнапа Помнишь его Та церквушка Где мы Поженились Ты хотела Чтобы было Как на картинке В общем Эта девочка Лиза Я сделал то За что мне платят Отвез ее в лагерь Ну потому что Сколько бы еще Она там продержалась Одна Я отвез ее В Ход Спрингс И я знаю Ты не любишь Такер Ну точнее Тебе бы не понравилось Такер Но Она свое дело знает Она людей бережет Только Вот тут не уберегла Пришли упокоители Одних убили Других взяли в плен Они забрали Лизу Я ее освободил Но не знаю Она и до того была не в себе Они похоже Совсем ей башку задурили Слушай Мне на самом деле Плевать Правда Она должна Сама о себе Заботиться Как и все мы Просто Я спрашиваю себя Будь это Твоя сестра Что бы ты Обо мне подумала Не надо было Мне вообще Его возить Ну Я Пойду Бухарь до сих пор Ну Короче Никак он не поправляется Ожог очень сильно И мне кажется Я уже сделал для него Все что мог Ладно Пока А вот ту бабу Которая была Немножко подгнившая Надо было не добивать А Бухарю отвезти Нет Он не знает Что с ней произошло Еще пока Ну Он думает Что она умерла Но Она возможно Не умерла Дмитрий Лисек Привет тебе Все На текущий момент Мы заканчиваем Стримом по этой игре Следующий стрим У нас будет Через Практически ровно час Ссылка на стрим Собственно говоря У вас перед глазами В чате сейчас будет И Что я могу вам сказать Ставим лайкосики Пишем комментарии Под этим стримом Продолжение у нас будет В четверг Этой игры Завтра этой игры Не будет В четверг В шесть вечера Продолжение Приключений Дикона Его железные плотвы И наших любимых Зомби А сейчас Как говорится Перерыв на обед Не прощаюсь До встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok